И просто всех жестко-жестко Ну я ему ноги сломал, короче Заказчик стоит, меня устраивать не сносите, не сносите То есть судебных дел было примерно сто Я ему вообще не интересен Подожди Я заметил одну глобальную разницу И многие люди не хотят этого признавать Мы два года назад примерно договорились об этом подкасте И нет ни одного подкаста, чтобы не звучало Название компании человека, который сидит напротив меня Вы еще не видите, но я думаю вы уже догадались У нас сегодня в гостях основатель компании 101 групп Вадим Саракалат Привет, рад тебя приветствовать У нас в Москве Просто расскажи, кто сейчас Вадим Саракалат Не компания, ничего Вот что ты сейчас делаешь? Просто люди, ну ты такая серая лошадка Все знают про компанию 101 Кто-то знает Вадима И причем это такой феномен, если честно Компания 101, это феномен в российском, скажем так Сообществе людей, которые занимаются, как говорит Марк Строительством интерьеров Все верно Ну начнем с того, что я не люблю публичность Вот, поэтому у меня нет блога, еще чего-то И поэтому никто особо так не знает про меня Я люблю создавать команды На текущий момент прежде всего я айтишник Несмотря на то, что в прошлом я строитель У меня и образование строительное Это экспертиза управления недвижимостью И работал много лет в стройке Я именно как раз таки в этом направлении Все началось с ремонтов и отделки И в какой-то момент я понял, что этот бизнес Без айти раскачать до каких-то серьезных масштабов Просто невозможно Это до сих пор так и есть Тот продукт, который мы выпустили Он еще пока не позволяет сделать действительно там Компанию, ритейлер по ремонтам по всей стране Но это решение позволяет как раз таки Компаниям идти в эту сторону Ну, то есть я вот со стороны вижу Что компания 101 делает ремонт А давай разберем Вот 101 или 101 групп Вот кто сейчас Вот, хороший вопрос Но это не очевидно Давай разберем Я поэтому и спрашиваю Кто ты такой? То есть я спросил конкретно Вадим Саракова Компания 101 сейчас подальше Ты говоришь, я айтишник На данный момент жизни На данный момент Все, с бэкграундом Строителя 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 Прямо строителя Который знает всю подноготную Вот этой жизни Я наступал абсолютно на все грабли Которые вообще существуют у строителя Вот допустим у меня есть партнер Павел Вот этот человек Он выбивается из рынка Я не знаю таких Я сейчас скажу прораба Вот как он Которые как раз таки Не наступали на эти грабли И вот наша коллаборация Она дала нам такого большого буста Ну во-первых Ну давай вернемся хорошо Окей, все, мы поняли Ты на данный момент основатель приложения И компании Строитель И компании Строитель Да 101 Вот И на данный момент получается Основной фокус у нас Теперь мы переходим Это все-таки приложение Да Давай начнем тогда с цифры 101 Давай с цифры 101 Цифра 101 Она преследует меня с самого детства В качестве таких маркеров Которые вот есть у меня по 101 Ну во-первых я живу по адресу Номер дома 101 Я живу в частном доме номер 101 И там родился Нет, я там не родился То есть приобретено Приобретено Специально, умышленно Не умышленно Как раз таки оттуда все и пошло Я расскажу историю Как это появилось А значит я живу в доме 101 И как вообще родилась вот эта вся история 101 В 95-м году Когда я был ребенком Был в третьем классе, я помню И родители купили этот участок Вот на котором я сейчас живу И я с детства никогда не любил играть в компьютерные игры Или вот как-то бездельничать Или вот мне всегда требовалось что-то делать полезное Вот я не могу просто лежать и ничего не делать И когда мы с отцом приехали на участок А это была чайная плантация Не было ни одного соседа Была просто дорога И был пустой участок И я думаю Ну что же мне вот сейчас полезного сделать Вот что же, что же Ну лужи там есть Ну там поковырялся колобокеров под дело Если знаешь что-то такое Думаю, блин, надо пользу какую-то Я думаю, ой, я хожу на выжигание Я сейчас сделаю табличку номера дома И воткнул, потому что еще ни забора, ничего И вот так обозначу свое место И такой думаю Так, а какой же номер дома? Говорит, типа адрес какой Да я же не знаю, нет соседей Это в документах надо смотреть Я такой, недолго думая Думаю, пускай будет Мимоза 101 Ну микрорайон Мимоза там был И воткнул Вечером приходим Отец достает документы Такой смотрит Блин, у нас действительно 101 А ты это знал или угадал? Это случайное совпадение Из-за того, что до этого Я посмотрел фильм 101 Далматинец А, ну понятно Вот, и окей На этом история не закончилась То есть это было такое попадание Дальше уже, когда Стал заниматься Уже во взрослой жизни Стал заниматься документами этого дома Я открываю документы И значит смотрю И у нас участок Ну, в Сочи гористая местность Горизонтали То есть высоты Над уровнем моря И прям посредине участка Высота над уровнем моря 101 И я решил, что эта цифра Она будет меня всегда сопровождать И вот все будет связано с ней Поэтому изначально Название компании Когда я уже стал предпринимателем Исходило из того, что Обязательно должно быть 101 Изначально Это такое детское Было название СМУ 101 Строительно-монтажное управление Знаешь, да? Чем меньше компания Тем генеральный директор Да Ну и вот у меня было такое мышление Вот В принципе По такому же мышлению Было названо 101 групп Да? То есть когда ты маленький Ты не знаешь Как же сделать Побольше себя И вот ты придумаешь Вот такую ерундистику Я бы так сказал Которая якобы Тебя там расширяет Но в итоге Как корабль назовешь Так он и поплывет Действительно Это теперь группа И действительно Очень много народа Я даже не знаю Сколько Но много Так и получилось Так или иначе Работают под брендом 101 Да 101 групп Вот строители Да То есть мы сейчас понимаем Что это не совсем Строительная компания Это пользователи С необычной подпиской Это закрытый клуб Это сейчас так стало Это сейчас так стало Мы сейчас вернемся Мы сейчас к этому вернемся Все И в общем пошло У тебя вот это 101 И сейчас Абсолютно на всех автомобилях Номера 101 Во всех названиях Во всех брендах Везде 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 Ну если забить 101 Где-нибудь в инстаграме Там просто 150 аккаунтов Да В интернете Везде Итак Всем привет Я нахожусь на том месте Где в этом году Состоится День строителя 24-го года Естественно Будет и Вадим 101 Вы сможете задать ему Целую кучу вопросов И еще это Начиная с детских зон Душных вопросов Диванных экспертов Открытых микрофонов Специального зала Нетворкинг И еще целая куча Десяток активностей Которые я не назвал До встречи Один 101 Это Уже мы потом разбирали Очень грамотное название Во-первых Оно начинается С единички Что всегда тебе Выдаст название Компании Ну как первое Вот Это очень хорошо Влияет на развитие бренда То есть я вообще Рекомендую всем Называть компанию Либо с цифры Либо с буквы Либо с цифры Либо с буквы Можно еще с какой-нибудь Вообще я всем рекомендую Называть компанию С цифры Потому что ее легко запомнить Либо с какой-то буквы Которая Ну с буквы А лучше всего Чтобы она была Первой в справочнике И где-то еще Это помогает в развитии Затем Есть же Философия Вообще Вот 101 Да То есть это Зеркальная цифра Инь-Янь То есть это Много И единое По-моему в Матрице Было кабинет Там 101 И да В Матрице То же самое И во многих фильмах Глубокие смыслы То есть это Много людей И единичка Означает Единая цель И вот это принцип По которому Развивается компания Там 100 лет 100 зим 100 друзей И так далее Но при этом При всем окей Хорошо И в какой-то момент Вы стали делать С Пашей Да я так понимаю Просто Компанию Которая занимается Стройкой коттеджей Там Отделкой квартиры И так далее Не совсем так Давай история 2007 год Я Закончил Университет Да И Мне сразу Отец Говорит Типа вот Знакомый есть А он тоже Стройкой занимался Им нужно сделать Ремонт в квартире Ну я-то таким Не занимаюсь Давай ты возьми Ну помоги Я взял У меня был оклад То есть я занимался Управлением Я вообще ничего не понимал В ремонтах Я помню себя Я приходил Это седьмой год был 2007 год Все окей Давай Не будем углубляться Взял первый объект Криво косо У всех одна и та же история Все окей 2012 Давай так сразу Дальше 2012 год То есть стабильно Там до десяти объектов И все они В своем управлении Я один Да У меня был Друг партнер Вот Я всегда работаю Только с партнерами Я никогда Ничего Не с детства Ничего То есть Любая какая-то организация Там Скейты Или походы Всегда есть какой-то партнер Ну вот я только так могу Я сам никогда Не действую Мне нужен Второй человек Ну окей Вот И То есть вы введите Премиалочку В Сочи Да Премиалка в Сочи 2012 год Есть много объектов Есть вот мой партнер И получается История такая Что Есть Хорошие чеки Есть хорошие клиенты Платежеспособные Все Вовремя А У меня денег нет То есть у нас Много денег Нам дают А у меня нет Ну и у партнера По сути то нет Я понимаю Что где-то Вот мы теряем Я замечаю Там разные объекты Первое Значит Если у нас Объект идеально ведется Там все хорошо То значит Мы там деньги Где-то теряем Потому что Мы не ведем учет Потому что Учет Это трудозатратная Часть И мы их где-то теряем Либо другая история Мы хорошо считаем Деньги Но мы плохо ведем Объект То есть денег Опять нет За просрочку За где-то Какие-то косяки То есть такая Палка с двумя концами Ведешь учет Не работай Хорошо Следующий этап Следующий этап Я понимаю Что необходимо Где он был В каком году В 2012 году Нет Вообще Даже в 2010 Была первая попытка Сделать какую-то систему Но Тогда Я не был Никак Связан с IT Только Очень Ну Немножечко Меня всю жизнь Привлекали компьютеры Всю жизнь И я Умел Разрабатывать Сайты Причем С 2005 Вот как только У меня появился компьютер Я стал этим заниматься Я изучил язык программирования ActionScript 2 На тот момент И В университете Я разрабатывал сайты Потом это все ушло Потому что ты был на стройке Да Потом Это все ушло Ну я этим горел Мне это нравилось Как-то Как-то Какой-то код написать Чтобы Как-то это систематизировать Все окей Хорошо Ты прорабишь В 2012 году Понимаешь Что вот у вас там Делают все Ну типа Но кассового особо нет Но и дохода нет Да Дохода нет Он куда-то испаряется Непонятно куда И я понимаю Что нужно делать приложение Я не понимаю Сколько это стоит Вообще Насколько это сложно Для меня это примерно Так как для обычного пользователя Сейчас О, сейчас я сделаю приложение Это же круто Ну айти это типа Сразу ты миллиардер Вот И я такой А то есть ты делал приложение Исходя из того Что ты сразу будешь монетизировать Нет Сейчас я расскажу Давай историю расскажу Как вообще Я туда пытался сойти Крупными местами Это Первое Я думаю Сейчас мне надо найти Какого-нибудь парня Фрилансера Ему рассказать Что мне надо И он сделает Я нахожу Не помню На каком ресурсе Вот Парня Звали его Иван Окопов И говорю Алло Привет Ну короче Мне это Приложение для строителей Надо Ну там нажимаешь Отчет Ну короче Ты понял Сделай Циферку Вот заносишь Ну вот Потратил ты Вот там Ну там добавил Ну короче Блин Что я тебе объясняю Иди делай Ну поскольку он был джуном Джун это Ну я знаю Ну окей Для людей Да Да Вот он пошел делать Джун это начинающий подсобник Перевожу Да Который не откажется Никогда Да Который скажет Все сделаем Все сделаем Да Он пошел Сколько стоит Договоримся Да И я ему какие-то деньги кидал Это Первая попытка 2010 год Я ему там накидал Что-то там 1120 И для меня это было Значительно Естественно Он ничего не сделал Сделал какую-то там Табличку Куда просто Заносишь циферки И они С помощью iCloud Тогда только у Apple Появилась синхронизация Просто данных Между телефонами Там даже не Не база данных А просто файловая Синхронизация И работало это Примерно так То есть мы занесли 800 операций Мы там строили Один дом У нас там было Человек там 5 И мы собирались И ждали Все совместно Минут 20 Пока у всех Циферки Синхронизируются А потом еще Все эти 800 Транзакции Диктовали друг другу Чтобы у нас действительно Эта синхронизация Работала Ну естественно Это не рабочая схема Мы выкинули Это приложение И я такой Думаю Блин Ну окей Типа Но идея еще есть Идея есть Я не отказываюсь Ну понятно Стройка засосала На 2 года 12 год Попытка номер 2 Я думаю Так Ну окей Я понял Фриланс Это не рабочая тема Нужно идти К какому-то Крутому программисту Я напомню Что в 2012 Году Вообще Рынок Разработки приложений Он не был Так развит Как сейчас И банковские Приложения Любые То есть Разработчиками Таких решений Были просто Программисты То есть Представь В 2012 Году Я захожу Было Вот появилось Альфа-банк Ты заходишь Скачать приложение И там Я не помню фамилию Написано Там Александр Там Петров Разработчик То есть Не альфа-банк 560 Уже Появился Тогда Макбук Пластиковый И у меня Я стал разбираться С этой программой И действительно Понял Что здесь Можно сделать Учет Это будет Работать Я понимал Что Фронтенд Я смогу Сделать С бэкэндом Пока ничего Не понятно Так Значит Фронтенд Это та часть Приложения Которую Видит пользователь А еще Есть серверная Часть Которая отвечает За синхронизацию Дан Черновая отделка Да Вот это все Да Это закулисье Приложение Которое На самом деле Куда гораздо Важнее Серьезнее Чем вот Фронтенд Особенно Сейчас То есть Если раньше Там все было Скачать приложение Установить Экзе Дмг Там что угодно То Сейчас Никто не качает Приложение И вообще Сейчас все Облачно То есть Сейчас даже Это дико Для людей Что-то там Скачать И устанавливать Вот И Значит Я начал разбираться В этой системе Я понял Что это подходит Но там Язык программирования Скриптовый Вообще Скриптовый язык Это не очень сложный И у меня есть опыт Подобного языка Я подумал Что опять Мне нужен фрилансер Но только Вот в этом приложении А приложение Супер Узко Специализировано И во всей Вот по всей стране В России Сообщество Состоит Всего лишь Из 400 человек Которые вообще Знают об этом продукте Я нашел его Вконтакте Я нашел Александра Клочкова И это Это просто Уникальный человек Я сейчас объясню Ему на тот момент Было 60 лет А проектированием Баз данных Он занимался С 70-х То есть еще Когда вообще Не было интерфейсов Он разрабатывал Базы данных Для каких-то Нефтяных компаний И он стал Разрабатывать Наш продукт То есть мы с ним Были на связи Я на себя взял Поскольку я там Занимался сайтами Интерфейсную часть А он на себя взял Код И параллельно Обучал меня Этому коду Естественно В интерфейсах Поскольку он там Был программистом Он вообще Не разбирался И там Когда он первый Интерфейс нам дал Это было что-то А-ля там Не знаю Даже не 98-й В Windows Там было ничего Непонятно Но я взял это на себя И мы совместно За год Сделали Рабочий продукт 2015 Нет Это был как раз Ну да 2014 Вот 2014 год Мы сделали продукт Он работал Но опять же Мы уткнулись в то Что у нас нету Бэкэнда И средствами С самой системы Синхронизация Происходит Очень медленно То есть Чтобы загрузить Данные одного проекта Заказчику потребуется Минут 15 Ты понимаешь Что никто Это не будет делать Но Хотя бы Внутренний учет Как-то Мы могли делать Мы могли там Партнерами собраться Быстренько через компьютер Синхронизировать Как-то Эта задача Закрывалась И я понял Что это Для нашей компании В принципе Как бы Рабочая схема Но вот так Чтобы это Там Вывести на рынок Как-то монетизировать Это Ну абсолютно Не рабочая тема Это уже вышло Гораздо больше денег То есть За этот год Было потрачено Порядка Может быть Миллиона Но уже Был какой-то продукт Какая-то идея 2014 году Миллион Это прям Да Ну тогда уже Приходило понимание Понемножечку Я всегда Когда Александр Скидывал отчет Я такой Ну ладно Ладно Все что есть Так На Отправил Вот Но это уже Это давало результат Это сильно давало результат И поэтому и появился Этот там Миллион Вот Дальше Был один объект Вот здесь Вот посредине Так разработки Появился один объект Я взял соседнюю квартиру Чтобы там Складировать Все Вот Завалил ее там Всеми инструментами Товарами И так далее И позвонил собственник Говорит Слушай я начинаю делать ремонт Убери пожалуйста И я Сразу же После звонка Организовал там уборку Мне звонит С этой квартиры Прораб И говорит Ты Ты кто такой Как так Что за ерунда Типа Обычно Строителю скажешь Он там год будет Выносить Будет палки В колеса втыкать Ты типа Сразу вынес Давай познакомимся Мы с ним познакомились Это был как раз таки Павел Да А что Ну вообще Кто такой Павел Павел Это человек Управленец Красный такой Командир Можно сказать У него совершенно Другое образование Тоже строительное Да То есть Если я как человек Такой мягкий Лояльный То он Противоположность Может быть Допустим У меня из плюсов Системность А у него Вот там Из плюсов Дисциплина Жесткая такая Дисциплина Мы с ним Встретились Пообщались Я ему показал приложение Вот У него на тот момент Было Порядка 20 Проектов В работе У меня там 6-7 У него 20 Причем я там Не спал Не ел А он В удовольствие Вел эти объекты Я говорю У меня есть приложение Которое закрывает Все боли Вот по бумажкам А для него Это была Ну просто Жесткая боль Он В каждый год С 1 января По 15 Занимался Актами Вот этими Всеми расчетами И для него Это была дикая боль Он говорит Я хочу И вот Мы таки Недолго пообщались Давай попробуем Поработать вместе Хотя если бы у меня Не было этой системы Я ему вообще Не интересен Потому что У него 15 объектов Он на тот момент Зарабатывал Там в 3-4 раза Больше меня Ему никто не нужен был Я ничего По сути не зарабатывал У меня может быть Объекты были Там более Там дизайнерские Потому что я занимался Дизайном У него были Обычные объекты Он их фигачил У него всегда Заказчики были довольны И все строители Ходили у него По струночке Вот То есть мы когда Стали изучать Наш проект А своим ты возил трубы Да Своим я возил трубы Я тебе даже скину видео Вставишь Что было Вот В те В те годы Это Это дичь просто Ну так нельзя делать И я расскажу об этом Значит Мы поехали по объектам И я заметил Одну глобальную разницу Я же лояльный Я же думаю Что надо Сделать так Чтобы Мастер Просто Кайфовал То есть мне надо Выжать все С заказчика И отдать мастеру Чтобы Чтобы он просто Я не знаю Вот как кот в масле Чтобы у него все было офигенно И тогда он будет классный А в итоге Когда мы посмотрели объекты Что я заметил У меня была бригада Как я помню тогда И приезжаем мы к нему на объект Паша заходит Такой посмотрел Ему что-то не понравилось Там мозаика Так Все Сносите Все Значит мозаику я беру Вы переделываете Заказчик стоит Меня устраивает Не сносите Не сносите Устраивает Паша говорит Меня не устраивает Убираем И убирают И то есть Все Я смотрю его цены У него цены Для мастеров В два раза меньше Чем у меня Все слушаются Все выходят В срок Все Все И причем За спиной Всегда Паша Классный прораб Уважают И мы попадаем На мои стройки У нас там Для заказчика Мы стараемся Сделать больше Чем он там хочет Ребята получают В два раза Больше Чем у Паши На объект Хотят Приезжают Хотят Не приезжают Делаем большой объект Это 15 Там 16 Год У меня там Плиточник Один И вырабатывает В месяц Он объем Я помню Тогда Я ему выплатил 600 тысяч Вот И за спиной Мне говорят Давай Что там И я приходил К ним И говорю Артак Тут квартира Сто квадратов Прямо в этом же Комплексе Давай сделаем Нахуй надо Вот То есть Вот такой подход Люди Зачем людям У них У них и так Как бы доходы Выше Чем там Зачем напрягаться И в один из Моментов Это вот прям Такая история Которую я постоянно Рассказываю В один из моментов Я приезжаю на объект И мои мастера Которые поработали У меня год Приезжают Прям на новом Lexus LX500 Выходят Такая банда Они все-таки здоровые Один из них В красных макосинах Прям реально шел И из багажника То есть вот У нас была У нас была уже Первая версия Которая показывает Деньги Здесь еще Вот в этом процессе Был триггер Который мне Дал понять Что все Идем ва-банк И делаем Это приложение Действительно для всех Серьезно И вот Не отступимся Вообще Не на шаг Понимая Что Стоит еще Путь Типа Лет 10 Ну может быть Нет понимания Что лет 10 Но есть понимание Что не сдамся Вот История была Ты приходишь к Паше И говоришь Короче Подожди Подожди Была такая ситуация То есть Пока мы еще С Пашей Только познакомились У меня был Сережа Мой партнер И как-то Он мне звонит То есть У меня уже было Приложение Я уже видел Сколько у него денег Сколько у меня Сколько заказчик дал Все это там Пускай не синхронизировалось Идеально Но понимание было Он мне звонит И говорит Вадь Дай сотку А это было постоянно То есть Все ребята Дай сотку Дай полтинник Что-то еще там Дай Я захожу в приложение Смотрю У него 56 тысяч Я говорю А что тебе купить нужно Ну он перечислил На 25 Я говорю Так у тебя же есть На что он мне ответил Ну нету И у меня в памяти Вот Знаешь Как обратно Такой вот Как Промелькнуло В голове Все фразы За все Вот с 2007 года От всех участников Ну нет Ну нет Ну нет Ну нет И я такой понял Вот они где все деньги Каждый по чуть-чуть Ты знаешь Не то чтобы кто-то обманывал Я прям уверен Что ни у кого Такой цели не было Ребята все хорошие То есть Ну я доверял всем И я уверен Что не было там обмана Даже если он был Он был минимальный Проблема была в том Что никто Из них Не считал в целом Каждый вел свой Блокнотик Все вот это вот В кучу собираешь Потом собираешься Там по выходным Сидишь там Сутками Там Сидишь там Сбербанки Что-то смотришь Все это сводишь И в итоге Что-то там Потом что осталось Поделили А там не учли Там какие-то убытки В общем полнейший колхоз Так развивать бизнес нельзя Я смотрел 2007 старт И там вот там 2015 Что поменялось Ничего Ничего не поменялось И все строители так живут Что у них ничего не меняется Вот было у них там В 20 лет Там 10 объектов И в 60 у них будет так же Если они не будут развивать компанию То есть это принципиальная Большая ошибка Не только один продукт Важен для того Чтобы это развивать Но дело в том Что когда он придет к 60 годам Или пускай к 50 годам Он поймет Что ему это нахрен не нужно Ему это не интересно А еще он не сможет работать Потому что время идет Молодежь приходит И она просто выдавит этого человека Вспомни Лет 15 назад Как выглядели продуктовые магазины Толарьки И каждое уникальное название У каждого свой бренд За каким-то магазином Стоит предприниматель Где они? Где? Остались только ритейлеры И то же самое будет В стройке Да и в любом бизнесе То есть Системные крупные компании Будут Выдавят просто Одиноких У меня сидел Марк На твоем месте И он считает Что Я Поддерживаю его мнение Что ремесленничество Не выдавят Выдавят Ну как они его выдают? Системными решениями Ну то есть Подожди Ты же понимаешь Что учет денег Это конечно хорошо Но есть еще и продукт Естественно Я же не говорю Что Эта компания Должна Просто Делать учет А вообще Это комплекс мер Которые позволяют Тебе давать интерьер Заказчику Там Готовый Или какой-то еще Я понял Окей Хорошо Давай рассмотрим Опыт Других стран Ведь только в России Сдают объект Коробку пустую Представь Что сейчас Вся страна Переобуется На готовый ремонт А ты знаешь Останется только Премиалка Останется только Премиалка Сразу Какая часть рынка Выпадет Из бизнеса И в этой Премиалке На мой взгляд Развиваться Куда проще Чем там В сегменте Бизнес Или в сегменте Эконом Если вот Ну если вот Останется только Такие объекты Там просто Представь Как вырастет Конкуренция Конкуренция Вырастет И она заставит Тебя Двигать Телом Быстрее Ну да Я не знаю Просто как Я не общался С ребятами Кто занимается Именно Премиалкой Где-то Как ты говоришь Не знаю В Европе Или Америке Мне интересно Но из того Что всего Я вижу Что там Просто уровень Стал ниже По той Простой причине Что Ну Там Как раз таки Как этот Бэкэнд Короче Делает нормальное А фронтэнд Ну Нифига Не хватает Не хватает на него Бабок Вот Вполне И так В какой момент Вы Стали Расти Все равно Как строительная Компания Да Значит Ну давай Девятнадцатый год Я с тобой Первый раз встретился Я в девятнадцатом Я в девятнадцатом Стали Да В восемнадцатом году Началось Вот как раз таки У меня есть видосы Это был девятнадцатый Я тебе историю говорю Не про то Как мы встретились А в каком году Начался взрывной рост Да То есть В восемнадцатом В восемнадцатом Наверное В восемнадцатом Это пульс Мертвяка По развитию И в две тысячи восемнадцатом Начинается резкий рост За счет чего Он начинается Значит Мы с Павлом Уже полностью Объединились И Убрал ты этого Сережа Да Сережа Вы с ним разошлись Да Мы взяли Огромный объект Прям на берегу моря В олимпийском парке Вот Прям в олимпийском парке Три коттеджа А нет Два там Два больших коттеджа По шестьсот восемьдесят метров Павел полностью берет управление Этого Строительства под себя И говорит Иди Сиди за компьютером И делай приложение Потому что оно нам помогает И у нас уже вышла Как раз таки Первая Версия Которая была уже написана Программистами И вот Тут начался учет Мы стали контролировать Все денежные потоки Мы перестали путаться Мы Четко контролировали Все подотчетные средства Так еще раз Семнадцатый год Семнадцатый год Паша говорит Так Я пошел заниматься Строить Делим обязанностей Да Ты короче Плохо управляешь Короче Не можешь на людей орать Короче Все такое Я типа эти вопросы закрою Ты закрой мне Короче тыл Документы Все такое Короче Бабки и прочее Вот так Преобразило Да И вы договорились об этом Да Супер Мы договорились об этом И здесь я Не рассказал Очень важный момент Что вот В это время Понятно Вот у нас есть Какая-то версия Которую вот писал я С Александром С дедушкой Так сказать уже Да То есть мы понимали Что она Не даст нам возможности Это прям эффективно Все делать Опять Опять принимается Второй раз Решение Ва-банк И я уже понимаю Что никакие Фрилансеры Никакие просто Программисты Не могут Реализовать Такую систему Что нужно Ити Войти Компанию В полноценную С командой С управлением С дизайнерами И заказывать Этот продукт Там И мне Один из клиентов Айтишник Посоветовал Компанию Я пошел Они мне Посчитали И для меня Это была Опять такая Цифра Блин Я столько Сразу Как бы Вот своих Денег Не держал В руках Окей Хорошо 5 миллионов 5 миллионов Да Окей Хорошо Они будут Разрабатывать Это год За год Я разрулю То есть Окей Годик потерплю Там все Мне хватит И они начинают Разрабатывать Я параллельно Сижу По 480 тысяч В месяц Дофига 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 Но мы уже начинаем Зарабатывать Вот Они начинают Делать этот Продукт То есть Вы договоритесь Бабки зарабатываем На стройке Тут чисто Да То есть По сути Я сидел Занимался приложением Все деньги Генерировал Там Павел На объекте Который пришел Ко мне На большом Объекте Соответственно Вы в свою долю 50 на 50 Не было еще 50 на 50 Не было Была стройка Вот там Грубо говоря Там 50 на 50 Да И было Приложение Чисто мое А вот так И Павел Просто Приезжал Вот Вот твои деньги И я их сразу Вкидывал Вот Потом в какой-то момент Когда они выпустили Приложение Ну Опыт же Поднимается Повышается И я понимаю Что даже Айти Компания Не способна Реализовать Такой продукт Потому что Айти Компания Ее цель Делать Множество продуктов И отдавать То есть В Айти Компании Да Можно заказать Приложение Для кофейни Для Свадебного Салона Для Чего-то Мелкого Но чтобы Сделать Действительно Продукт Есть только Один способ Это Только Своя Команда Своя Айти Компания Только так И никак По-другому Поэтому ты Не найдешь На рынке Ни одного Качественного Продукта Который Где-то В 19-м году Когда мы познакомились Какая была ситуация Ты мне уже Установил Приложение В 19-м году Значит В 18-м году Нам Вот эта Айти Компания Отдает Продукт Вот С этой Айти Компании Переходят В нашу Уже Так сказать Айти Компанию Два человека Бэкэнчик И фронтэнчик И дизайнер Еще там Помогает И мы Начинаем Уже Реализовывать Самостоятельно Причем Когда мне Когда эта Айти Компания Уже поняла Что она Не оценила Не дооценила Вообще Трудозатраты Со мной Стал уже Разговаривать Не менеджер От компании А со мной Стали разговаривать Программисты И они Честно Сказали Вадим У нас такая Ситуация Что Продукт Нам Уже Намного Дороже Вышел Чем Ты платишь Прям Намного Дороже Для нас Это крайне Убыточно И у нас Честно Сказать Стоит Такая Задача Отдать Тебе Куклу Кукла Войти Это Приложение Вроде Оно Есть Вроде Вроде Кнопочки Нажимаются Но Вот Так Им Пользоваться Полноценно Ты Не Сможешь Вот Они Отдают Мне Куклу Это IT Компания Очень Переживает За то Что Я Это Увижу Но Я Это Понимаю Я Понимаю Что Они Недооценили У Меня Уже Пришло Понимание Вообще Сколько Это Стоит И Как Это Делается Я Доволен Что У меня Есть Крутейшие Специалисты Реально И Окей Я им Подписал Акт Они Очень Переживали Даже С другого Города Специально Приехали Прям Вживую Чтобы Я поставил Печать Вот Переживали Что Я подам В суд Но Я им Благодарен Из-за Одного Очень Важного Пункта Когда Я с Ними Подписывал Договор У меня В голове Был Благрань Если Они Сделают На рубль Больше Чем Определенная Сумма Я Запрещаю Себе Больше В эту Тему Вообще В эту Сторону Думать И Они Уложились Вот Как раз Сделали Сделали Они На Пол Миллиона Дороже Не Было Бо Приложения Вообще Ничего Это Не Был Я Наверное До Сих Пор Трубы Возили За Саморезами Багонял Вот Я Им Очень Благодарен За Это Этой Компании Уже Не Существует Но Вот Это Вот Такой Случайный Случай Хоть И Кукла Но Все Равно Это База И И где-то В девятнадцатом Году Все Я Изо Всех Утюгов Слышу Про 101 И до Сих Пор Да Вот Смотри Потому Что вы Закончили Что-то Да Мы Закончили Первую Версию Да Вот Эти Ребята Которые Запятак Делали Нет Там Уже Частично И Уже Свои Ребята Делали Вот То есть Уже Еще Год Уже Прошел Вот Когда Мы Своей Командой Делали Мы Стали Я Стал Общаться С Пользователей Прям Вот Ну Как Обычно Начинается Там Идешь Там К Любому Строителю Смотри Давай Покажу Давай Давай Я на тебя Неделю Потрачу Буду С тобой Там Мучиться Вот Вот Так Было И Людям Стало Это Интересно И Давайте Вместе Давайте Вместе Давайте Вместе И Получилось Так Что Случайно Мы Стали Привлекать Единомышленников И Мы Стали Ну Как Развивать Как Партнерскую Сеть Ты Сейчас Как Про Академию Говоришь Академия Это Дальше Академия Это Когда Мы Поняли Что Оказывается Приложение Наш Нас Качает Вот То есть Там Даже Непонятно Что Популярнее 101 Группы Или Приложение Да Вот Я сам Не знаю Вот Кто-то Ну Ты же Понимаешь Что Рост Произошел Исключительно Из-за Приложения Ну Да Потому Что Ну То есть Есть Какие-то Базовые Вещи Как Скелет Да Как Ну Просто Было Большое Количество Людей Которые Работали Просто Там Сами Непонятно Как И тут Вы Пришли Им Такие 101 Короче Вот У нас Ставая Секта Мы Короче Делаем Ноушен Вам Научим Вас Научим Приложению Вас Тому Сему Приезжайте Нам Ну Да Ноушен Это Чуть Дальше Значит Да Мы Стали Объединять Людей Единомышленников И Мы Поняли Что Самый Луч У нас Уже Появил У нас Стало Получаться Стало Получаться Делать Бизнес На Ремонте Вот Хотя Это Сложный Процесс Я Вообще Не Считаю Что Это Бизнес Так Как Таковой До Сих Пор Я Считаю Что В России Нет Ни Одной Компании Которая Занимается Отделкой Чтобы Это Был Бизнес Вот Ни 101 Групп Никто Нет Таких Компаний Все Это Ремесленничество Вот И Мы Поняли Что Давай Вот Так Сделаем Смотри У нас Есть Инструменты Проверенные На Своей Шкуре Которые Действительно Дают Результат Вот Когда Ты Понял Когда Был Этот Момент Когда Ты Перестал Понимать Кто У вас Вообще В Компании Пишет Я 101 Групп Ну Подожди Давай Сейчас Расскажем Потому Что Это Наверное Интересная История Уже Стоит Кому Интересно Короче Смотрите Кому Нет Просто Тыкайте На Следующую Главу Мы Сделаем Таймкоды Да Вот Я Стал Общаться С Ребятами И Ребята Стали Говорить А давай Я И Первый Академик Был Владислав Лавров Из Питера Вот Он Первый По-моему Приехал Ко мне Или Я Уже Не Помню Али Из Махачкалы Вот Я Фамилию Не Выговорю Сейчас Вот Он Приехал Говорит Давай Я Тебя Плачу И Ты Расскажи Как У вас Что Есть Как У вас Регламенты Все Просто Я Хочу Просто Не Тратить Много Лета Хочу Вот Что У вас Проверено Получить Это Было Вот Первые Два Случа Затем Мы Решили Давай Соберем Ребят И Давай Даже Сделаем Это У вас Жирного Количества Пользователей Было На тот Момент Я Тебе Даже Не Скажу Ну Примерно Вообще Не Скажу Я Знаю Сколько Сейчас Понятно Ты Не Считал Тогда Не Я Считал Я Следил Причем У меня Есть Активные Пользователи Сейчас Смотри Тут Эти Калькуляторные Ребята Сейчас Все Быстро Посчитают Сколько Че Стоит Есть Активные Пользователи А есть Пользователи Которые Скачали Это Большая Разница Огромнейшая Разница То есть Если Мы Посмотрим Аналитику По скачиванию То Там Больше 250 Тысяч Если Мы Посмотрим По Зарегистрированным Пользователям То Там Около 86 80 Быстро Это Сейчас Нарастает А если Смотреть По Активным Пользователям То Это Не Секретная Информация То Ежедневно Есть Дау Мау И так Далее На Обычном Языке То Пользователи За день Пользователи За неделю И Пользователи За месяц Так Активные Пользователи Ежедневно Это 3,5 тысячи Пользователей Каждый День 7,5 тысяч Пользователей Каждую Неделю Это Про Уникальных Пользователей Я говорю И Порядка Там 16 От 16 До 19 Тысяч Это Каждый Месяц Уникальных Пользователей Которые Хотя Бо Раз В Месяц Что-то Делают Люди У Которых По Факту Есть Подписка Нет 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 Вот Смотри 3,5 Считать 20 Тысяч Сколько Там Сейчас Стоит Смотри 1700 Рублей Причные Бавки 3,5 тысяч Пользователей Это И Мастера Да И Заказчики И Поставщики Все Абсолютно Пользователи Поэтому Просто На твоем месте Сидел Вадим Татауров Денис Татауров Да Вот И Денис Нам Рассказал Про Сколько Тысяч Про 50 Тысяч Контрагента Контрагентов 250 Всего Зарегистрировано И плюс Когда Это Было Год Назад Вот Сейчас Вот Если Брать Пользователей 86 Вот Наверное Может Было 50 Тысяч Зарегистрированных Пользователей Ну Вообще Как бы У него Нет Полной Информации О том Окей Хорошо Все И вот И где Рост И начался Взрыв Все Стали Приезжать Вы Сделали Академию Да Мы Сделали Академию С одной Целью Первое Честный Обмен Знаниями Задача Тех Кто Приезжает На Академию Получить Знания Да В обмен На Деньги Наша Задача Найти Единомышленников То есть Это крутой Маркетинговый ход И пиар Для того Чтобы Взять Самых Прикольных Чуваков Которые Проявятся Ну Грубо говоря На этом самом При этом При всем Они еще Сами Все это Оплачивали Да Идеально Ну Ты смотри Мы приглашаем Ребята И у тебя Есть выбор Если ты Сам Будешь Хотеть Работать С нами То Если ты подходишь Есть ребята Которые Не подошли Возьмем Причем Классные Ребята Многие Знают Роман Кондратьев Команда Р Он приехал К нам На Академию Говорит Я хочу Быть 101 Он наклейки Уже Прям На машине Наклеил Все Я 101 Одно время У него были Наклейки А я смотрю Команда Р Думаю Не понял А я смотрю И говорю Паш Ну не подходит Как бы он нам Немножечко Классный Вообще Добряк Там Все Давай Это Мы ему Лучше Поможем Его компанию Создать Вот так Родилась Команда Р То есть Мы общаемся Мы ему Помогаем Это Немножечко Другой Сегмент Другая философия Но мы ему Помогли Потому что Его энергетика Не совсем Подходила Под нашу Вот То есть Есть вот такие История То есть Ребята приезжали Они Либо Получали Просто все знания У них был доступ Ко всему То есть Вот куда хочешь Залезть Википедия Википедия Объекты Хочешь Иди Там Допросы Мастеров Там у нас Что хочешь Вообще Куда хочешь Залезай У тебя Все открыто Максимально Они так и делали Допрашивали Там Мастеров По-моему Даже ты Допрашивал Там Кого-то Или Подолов Кого-то Допрашивал Что за вопросы Допрашивал Я имею ввиду Я проехал Один раз Короче С тобой Вместе Если что А Ну тогда Кто-то Кто-то Да Проводил Ну то есть Мы прям Не предупреждали Никого Что вот Едет Академия И прям Нам было Интересно То есть Что люди Приедут Что они там Увидят Да Если что-то Там будет Плохое Мы как раз Руководителю Проекта Скажем Ну типа Смотри Вот И вот Это же ведь Еще опять же Ты за день Сразу можешь Все объекты Увидеть Академия Проехала И у тебя Все косяки Сразу там Всплывают За день Бесплатно Даже тебе платят Ну да Вот И вот так вот Команда росла Расширялась И вот В какой-то момент И в какой-то момент Ты стала неуправляема Ну ты знаешь Как Наверное Не то чтобы Неуправляема Важно для меня Сохранить Максимальный фокус И мой максимальный фокус Это как раз таки Система Которая Позволит Овладеть Вот И управлять хаосом Ну стройка Это хаос Да И пока еще никто И близко Не подобрался К тому Чтобы хоть как-то Им овладеть То есть смотри Давай так резюмируем Рост случился Благодаря Такой вещи Люди приезжали Здравые ребята Потому что там Академия стоила Нет 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 Рост случился Только благодаря тому Что мы стали Считать До копеечки Четко Очень четко Деньги Вот как раз Верно Да я же говорю Вот этим большим количеством Да Вот именно Ты меня не дослушал То есть у вас был Определенный алгоритм То есть скелет приложения Потому что ну Приложение в котором Можно было сделать Клевый прайс-лист Который можно было сделать Не знаю там Прикрутить там техкарты В котором там Можно посмотреть Кто еще кому должен Ну то есть то что сейчас есть Еще даже лучше Чем было тогда Вот А вы на это приложение По факту Подписали Какое-то количество Прорабов Да Которые прорабили Каждый в своем городе И сказали Ребят короче Там вот Я не знаю Как вы там делили деньги Но смысл в том Что какая-то часть наша И вы можете Пользоваться нашим брендом Ну то есть да По факту Без головного Какого-то такого Жесткого контроля За этим Ну потому что Это сложно Контролируемая история Сложно Контролируемая Но То есть создать Фотопоток Это же не контроль Ну я согласен Для этого Как раз таки Вот все свои навыки И все свои умения Направляет Павел Да А я не сказал Про его образование Он закончил Высшее Военное Училище Вот как раз таки Ну там Строительное что-то Вот Со стройкой связанной Но его обучали Управлять людьми Вообще Никто не учит Управлять людьми Да Управлять людьми Может тебя научить Там какой-то руководитель А вот В его Учреждении Как раз таки Это военного Там учили Управлять людьми И у него это Прекрасно получается Вот он как раз таки В режиме ручки Жестко управляет Вот Всеми людьми Направляет Где-то Поможет Где-то подскажет И прочее И все И надо То есть И сейчас Это так и происходит До сих пор По сути Ну Естественно Это все Становится Более системным Но есть Почему Вот допустим Павел сейчас Да Я просто хочу Структуру понять И мы с тобой вернемся Еще к тем вопросам Которые я хочу Задать Там грубо говоря Вот там В рамках приложения Чего-то еще Вот просто Многие до сих пор Не поняли То есть Люди считают Что установив Приложение 101 групп Они должны Это проблема То есть Они превращаются В 101 Потому что Ну фон Он Абсолютно разный Люди Среди моего окружения Которых я знаю Лично С кем я общаюсь В близком кругу Все относятся Уважительно Все Среди все Всего моего круга К компании 101 К тебе И к Скажем так Всем людям Которых мы знаем Там 101 в Москве Там ребята 101 в Там самом Какого В Откуда ты Из Сочи Да Сочи То есть Они все Как бы Ну там Скажем так Есть такое понятие Как Рукопожатные Ну короче То есть Они не делают Херни всякой И в то же время Мне Пишут разные сообщения Рассказывают Как 101 101 кинул клиентов Как 101 Короче Сделал Там То 101 Сделал Вот Это Да Они Короче Инфоцыгане Со своей Академией За сотку Ну Как Понимаешь Генофонд Вот такой То есть Он Как Возможно До тебя Это Не сильно Доходит Потому что Лично В лицо Никто Ничего Не Говорит Ну Типа Шум Этот Ходит Я Поэтому Хочу Пройти Вот Ты Сейчас Сидишь Передо Мной И там Целая Куча Людей Которые Смотрят То есть Я Хочу Чтобы Мы Зафиксировали О том Что Каким Образом Грубо говоря Вы Сейчас Работаете Что 101 Это Есть Приложение 101 Оно Так Самое Интересное Что Здесь Добавлю Что Теперь И Павел Тоже Занимается Вот Этим И 101 Групп Вот Сейчас То есть Вы Отчасти Отказались От построения Строительной Компании Значит Строительная Компания Сейчас IT Компания Значит На текущий Момент Мы же Уже Подросли Все Все Эти Правила Теперь Начинают В плоскости В плоскости Взрослой Компании А не так Там Да 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 Все 101 Там Короче Ип На свое Оформишь Там Да Да Скинь На карту Долю Вот Такого Уже Нету И На текущий Момент А почему Бренд Бренд 101 Групп Давай Про Бренд Расскажу Бренд 101 Групп Он Был Зарегистрирован В 2018 Году И Принадлежал Именно Моему Ип И В этом Году Ну точнее Даже Два Месяца Назад Я Его Продал Я Его Продал В ООО 101 Групп Теперь Этот Бренд Принадлежит Аккредитованной ИТ Компании И теперь Пользователи Которые Могут Использовать Этот Бренд Это Пользователи С Подпиской С Подпиской С С Подпиской Подпиской С С Подпиской Невозможно Приобрести Любому Желающему Ты должен Попасть Ну мы назвали Там Как клуб Ты должен Попасть Пройти Отбор Выполнить Все Требования И тогда Ты уже Оформляешь Эту подписку Ты получаешь Что За эту подписку Сейчас я тебе Расскажу Ты Оформляешь Эту подписку Потом Приезжаешь В Сочи Оформляешь Еще Документы На то Что ты можешь Пользоваться Брендом И получаешь Доступ Вот ко всем Нашим знаниям То есть К управлению Чем занимается Павел Вся команда Которая развивает Этот бренд Ты покупаешь По сути Комьюнити То есть Ты не покупаешь Просто бренд Потому что Каждый участник В этом бренде Каждый день Делает Один шаг Вперед И почему Компания Развивается Быстро Потому что Вот когда ты Один прораб Ты делаешь В день Один шаг Когда Нас 50 Мы делаем В день 50 шагов Ну то есть Ты представляешь Что это В 50 раз Быстрее тебя Да Моя выгода В том Что я получаю Ну грубо говоря Окружение И доступ К какой-то Информации Плюс могу Задать Какой-то вопрос Да Ну там Сразу Прям Вот Да Ты можешь Использовать Все наработки Вот даже Те же Юридические Документы Я лично Потратил На документы Полгода Своей жизни Ну с лучшим Юристом В этой сфере Да Вот Ну какой Прораб Может потратить Полгода Только На одни Док Вот Где-то Столько Времени Возьмешь И вот Каждый Человек Занимается Вот У тебя Марк Был Да Вот Представь Сколько он Времени Выделил На то Чтобы Разработать Методологию Именно Методологию То есть Бизнес Сейчас В следующем Сейчас Прости То есть Вы Перестали Брать Какие-то Проценты С тех Людей Которые Были 101 То есть Вот Открывали Этих Филиалов То есть Вы Короче Пофиксили Это Все Поняли Что Так Это Не Работает Мы Идем По Новому Ну Ски Тут Остался Понятно Старый Там Есть Куча Условий Ну Просто Понимаешь Еще Опять Же Такая Ходит Вот Эта История Все 101 Там Не Понятно Чего Короче Там Не Хаос И Вообще Непонятные Ну Понимаешь Поэтому Давай Проясним Что Все У нас Вторая Итерация Это Нормально Ты Знаешь Вот Там Есть У тебя в приложении Все Прозрачно Все Понятно Да Вот Но Я Не Знаю Как Это Когда Ты Не Знаешь Тогда Ты Можешь Да И Я Поэтому Хочу Объяснить То есть Понять Чтобы Ну Потому Что Сто Процентов Это Огромное Количество Людей Которые Работали С У Которых Есть Супер Премиальная Подписка Какая Это За Какой То Там Икс Сумму Не Знаю Какую Икс Сумму Вот И Эти Ребята Имеют Право Получать Какие То Заказы Какие То Почему То Для Строителей Самое Важное Заказы Заказы Очень Легко На самом На самом На самом Сложно Их Исполнить Вот Очень Сложно Исполнить Вот То Ну Окей Но Многие Считают Кто Еще Не Понял Что На самом На самом Самое Сложное Исполнить Заказы Он Просто Еще Ну Не На Той Стадии Вот Когда Ты Что-то Сделал Хорошее Раза Три Четыре Пять Это Происходит В Течении Полугода Года Наверное Ты Понимаешь Что Ты Дальше Не Можешь Расти Не Потому Что Тебя Заказы А Каждый Строитель Каждый Прораб Он Может быть Замечал За собой Что Раз Там В Три Года Он Такой Типа Идет По Ступеням И Каждые Три Года Ну Все Начинаю Все Сначала Все Нормально Теперь Будет Вот Так Не Буду Дет И Вот По Кругу Да По Кругу Вот Заканчивает Объект Все Буду Теперь Вести Учет Потому Что Так Невозможно Особенно В Excel Что-то Ведет И Все Рушится И Потом Потом Огромные Потери Очень больно Ну Вообще Не советую И Вот Так Вот Круговорот Там До Полтинника До 55 Пока Все Я Понял Окей Окей Ладно Здесь Я Согласен Глупо Ждать Следующего Результата Если У тебя Как Если Делаешь То же Самое Так Ну Окей Есть У меня Тут Несколько Вопросов Ну Во-первых Для тех Кто Не понимает На Какое Количество Денег Может Стоить IT Приложение Для себя Хочу Для Некоторых Хочу Совать Так Я Два Года Наверное Очень Медленно Так Или Иначе Занимаюсь Разработкой Приложения Для Распределения Прибыли Среди Линейных Сотрудников Журнал Учета Скажем Так Вот Я Потратил На это Порядка Около Двух Миллионов И У меня Ну Вроде Как Что-то И готово Как Говорит Вадим Кукла Не кукла Не кукла Пока Только Начало Да И Эта Сумма Ну То есть Она Как бы Ну Я ее Тратил Так По чуть-чуть Ну Как бы Вот Ну Понимаю Что Это Нужно Как бы Нам С Прицелом Того Что Теоретически Можно Сделать Базу Знаний Что То Еще Короче Ну И Как Заработать На этом Да Потому Что Очень Сильно Не Люблю Лицемеров Которые Говорят Ну Мы Это Только Для Души Делаем Да Ну Как Блин Я Делаю Дне Строители Делаю Для Души Но Пытаюсь На Них Заработать Но Это Как Б Сколько Это Ну Грубо Говоря Это Там Не Зна 20 30 50 100 Вот Ну Вот Примерно Ну Вот В последний Вот Ближе К сотке Ну Примерно Да То То Если Что Вот Как А Когда Это Станут Реальные Деньги Тогда Не Получилось Здесь Минуса Ты Понимаешь Ты Знаешь Вот Денис В багажнике Сказал Очень Правильную Вещь Что За Бабки Отвечаешь Ты Да А не Приложение Да Приложение Просто Считает А забрать То Естественно Мы Разрабатываем Точнее Смотри Вот Мы Имеем В партнерстве Точка Банк Который Нам Год Назад Все По лайку У кого Минус Приложение Короче Кто Это Сам Кто Работает Год Назад Они Разработали Персонально Вот Для Нашего Приложения Модуль Который Позволяет Исуществить Вот Как раз Таки Эту Безопасную Сделку Но Каждый Раз Вот Эти Вот Идеи Все Так Хочется Внедрить Мы Понимаем Конечно Это Все И Очень Много Хотелок У У нас Вот Но Это Конечно Идеально И Все Это Все Это Очень Долго Сложно Тяжело Это Будет Это Однозначно Как ты Решил Что Приложение Будет Так же Будет И Безопасная Сделка Обязательно Без Это Просто Без Немножко Объясни Что Такое Безопасная Сделка Для Тех Кто Вот Там Ну Смотри Заказчик Кладет Денежные Средства На Скрол Счет Да То есть На Твой Счет Да Например Пять Миллионов То есть Ну По сути Там Около Полность Там Стоимости Работ На Каком Объекте Вот Ты В Приложении Создаешь Отчеты Сейчас Секундочку Извини Да Я понял То есть Заключается Договор На Выполнение Того Иного Подряда С Примерной Сметой Какой Да С Примерной Ценой Даже Не с метой Ценой Ценой Примерной Ценой Да То есть Ты можешь Работать Будет стоить Пять мультов Давай Сейчас Положим Туда Пять мультов А потом Мы потихоньку Отчитаемся За них Не обязательно Флоу Ты выбираешь Сам Ты можешь Договориться Что он тебе В месяц По миллиону Должен кидать Ну Понятно По сто тысяч Должен кидать Неважно Это не зависит Никак От Все Окей Хорошо Механика Да Заказчик Переводит Денежные Средства Они у тебя На счету Но ты с ними Ничего не можешь Сделать Дальше Ты создаешь Отчет Точнее Даже не ты Его создаешь А твои Линейные Мастера Создают Отчет То есть Проставляют Объемы Работ По твоему Прайсу У тебя Формируется Отчет Помимо того Что Контрагент Который Выполнял Эту работу Он получил Сумму Которая Должна Быть Выплачена Ему За эту работу И еще Внизу Есть Распределение Прибыли Это Партнеры Технодзоры Там Не важно Какое-то Распределение Прибыли Внутри Компании Между Организаторами Всего Этого Процесса Как только Заказчик В приложении Принял Этот Объем То есть Свайпнул Вот эти Деньги Сразу Отправляются На реквизиты Каждого Участника То есть Получается А могут у меня быть Не проценты А просто Косты В плане Месяц Объясни Я не понял Косты Смотри Мы заработали Миллион рублей У моей доли Три процента Ну грубо говоря Все А если у меня Не доля Три процента А у меня Может быть Да Месячная Оклад У трех Подсобников 60 тысяч рублей Без проблем И точно так же То есть Когда эти деньги Мы получили Они начислились Да А если У меня должна быть Какая-то сумма Которую я плачу Даже если Понимаешь Да Ау говорит И даже если Мне не оплатили Я должен Ее по-любому заплатить Это То есть Я вручную Получаюсь Смотри Именно безопасная Сделка Безопасная Сделка Это Другой Флоу Да То есть Это не Это выше Это я поэтому И говорю Что ты говоришь В каждой линейной Нет Линейной сотрудник Все равно Отдельная история То есть Это уже Все-таки Наверное Распределение Между Ну Теми У кого доля Есть И доля И сам мастер Который указан В виде получателя Он может получить Денежные средства Даже На счет Там Своей карточки Единственное В его ответственности Это нормально И какой-то управленец Это все-таки Какой-то Скорее всего Это не совсем Тот Кто выполнял А тот Нет Именно Смотри Задача А у этого человека Есть подсобник Он ему дальше сам Он уже дальше сам Да И вот как раз таки Третья версия О которой ты сказал Которую мы Уже разрабатываем Два года Параллельно С текущей версией Да Вот там Можно Этот процесс Разложить до бесконечности То есть Линейный мастер Может Уже Относительно тебя Как заказчика Разложить свою компанию И там Подсобник Подсобников Подсобники И так далее До бесконечности Хоть до там До хомячков И котиков Ты можешь разложить И все эти деньги Будут автоматом Вот так вот Перемещаться Именно в этом Есть и сложность Потому что В этом алгоритме Используется Граф Ну бесконечная Вложенность Отношения Там Дочерних И материнских Как бы узлов Вот Очень интересно Но непонятно Но смысл Я понял Да Но очень Это Это поняла Ну очень мало Малое количество людей Думаю Комментарии будут Вот Хорошо Смотри На данный момент В приложении Есть некоторые функции Которые уже даже я Немножко Как бы не понимаю И То есть Откуда Востроится Алгоритм Того Что вы Меняете В приложении Постоянно Откуда Вы вот эти Функции Новые Берете Вот Это Очень Важный Момент Есть Разные Типы Еще секундочку Для тех Кто не понимает Ребята Не остановились То есть Вот есть Там Ну Базовая Какая-то История Смета Да Там Какой Точнее Прайс Прайс Короче Прайс Прикольно Он сделан Охренительно Если честно Сама Структура Того Каким образом Можно заполнить Прайс Лист Она классная Она классная Она прям Крутая Вот Дальше Структура В которую Входят Контрагенты Все Когда ты Заносишь Нового контрагента Отдаешь ему Какие-то возможности То все Супер Классное Понятное А дальше Потом Начинаются Статьи Расходов И начинается Вот это Деление Денег И еще И проценты Налоги И прочее И вот здесь Начинается Черт ногу Сломит И здесь 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 Должно Быть С одной Стороны Мне бы Хотелось Чтобы Это Было Проще Но я Понимаю Что это Сложная Система Взаимодействия Людьми Завязана Еще На законодательстве Российской Федерации И поэтому Она Вот такая Не могу Я лезть туда Куда Не могу А мне Очень Хотелось Казалось И почему На каком Основании Вы делаете То или иное Изменение Мы для себя Приняли Определенное Правило Как мы Будем Развивать В принципе Продукт И это Даже Не относится Вот именно К нашему Продукту Существуют Компании Которые Имеют Разный Подход К продукту Первые Компании Они Например Спрашивают У всех Пользователей Что им Нужно Нам Надо Чтобы Графики Были Другие Говорят Нам Надо Чтобы Что-то Там Скачивалось Еще Что-то Кто-то Делает Анализ Всего Или Как у нас У нас Есть большое Преимущество Мы же Не чисто Айтишники То есть Мы не спрашиваем У прораба Как надо Жить У вас Есть Полигон И мы Можем Пробовать По-разному Вы сейчас Рассматриваете По большей части Строительную Компанию Как полигон Для того Чтобы Разработать Крутое Айти-приложение Ну мы Не то Чтобы Рассматриваем Как полигон Он просто У нас Есть Ну то есть Да Все Он просто Есть Да Ну Я имею Ввиду К тому Что Генерит Леон Основной Доход На данный Момент Ты про приложение Или что Я про Про стройку Про строительство Интерьеров Конечно Генерит Я тебе скажу Что Айти не генерит Айти не генерит Ну точнее как Оно уже С большим потенциалом Потенциал огромный То есть Огромная капитализация Ну реально Да Но капитализация Это что-то виртуальное Да То есть Денег оно Не генерит Вот Чтоб мы зарабатывали Да Но Себя держать может Ну здесь Самоокупаемость И самоокупаемость Текущая В текущий период Естественно Не окупилось Там то Что Было потрачено И мы каждый раз Берем новых 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 Людей Сейчас штат Уже 25 человек Это Все там В белую Все Официально То есть И вообще В принципе IT-компания Работает Максимально Вот Как положено То есть Мы там И аккредитованы И в реестры Занесены Окей Все Я понял С этим Получается Давай еще раз Финализируем Полигон Скажем так Он все равно Хорош Отличный Но в перспективе Мы все равно Смотрим В сторону IT-приложения Мы смотрим Исходя из того Что строительную Компанию Без приложения Без приложения Или там Без IT Ты не можешь В принципе Невозможно Чтобы сделать Строительную Компанию Нужно все Систематизировать Автоматизировать И это нужно Делать без людей Я не верю в людей Человек Это Самый Эффективный И самый В то же время Ненадежный Ресурс То есть Я не верю в людей Это потому Что у тебя было Огромное количество Общения С людьми Которым ты пытался Объяснить Что такое приложение Нет Или там Глупые вопросы То что мы с тобой обсуждали Не глупые вопросы Я имею ввиду То что Это ручка Да То есть Ты не договоришься С приложением То есть Ты ему не скажешь Завтра Послезавтра Ты что-то там Не выполнил Обязательства Ну Ты там Исключился Там Или у тебя Перестало работать То есть Ты не можешь Ничего делать А с человеком Ты можешь До завтра До послезавтра До потом И так далее Или например Ты договорился То есть Приложение Нужно найти Такую ценность Чтобы Ну Как бы сказать Не только приложение Не приложение Орг структура Орг структура Через эти Смотри Вот Ты договорился С заказчиком У меня была такая ситуация И мы вот Даже специальную функцию Внедрили Мой сосед Друг мой Говорит Сделай мне квартиру Это было еще Когда вот первая версия Приложения И вот туда И графики Писал Причем второй раз На эти грабли Наступал И все наступают На эти грабли Ну Большинство строителей Значит Я говорю Жень Дай мне Хотя бы миллион Он дал мне миллион Я его там На материалы На работы Все потратил И ухожу постепенно В минус То есть Ушел В минус 400 Алло Ну Типа денег скинь Да-да-да 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 И я вот так ухожу Ухожу Минус там 500 Да А где эти деньги Я взял Где ты их берешь Ты их берешь Либо у себя Это в лучшем случае Либо у другого заказчика Да Который вовремя платит И потом Ты встречаешься И говоришь Жень Я твой проект Инвестирую Он говорит Ну подожди Стой Я же тебя рассчитываю А он реально тебя рассчитывает То есть Вот он тебе сейчас отдал 500 Ты в ноле Да Ну типа И ты такой Тебе нечего показать ему Что Ну нет же Там вот вчера Было у меня минус 500 Там да И позавчера Да нет же Вот у тебя ноль Я тебе отдал Ты мне сказал Я тебе отдал То что там две недели Это происходило Ну не важно И вот так вот Весь объект График Вот выплат Да То есть Минус 500 Ноль Минус 500 Ноль И то есть На протяжении Там 8 месяцев Да Моих 500 тысяч Моих Да Не его А моих Они у него в объекте Да Где я заработаю На объекте Там дай бог Там 800 Зачем Это нужно Хорошая статистика Теперь смотри Офигенная Что мы делаем Мы не задумываемся об этом Мы просто ведем И все Да И если где-то Где-то чуть шаг влево Шаг вправо Начинается снежный ком Да На одном объекте У тебя не хватило денег Сроки Пошли По штрафной линии Там У тебя уже Ты вкладываешь В этот объект Там тебе И пошло Вот этот снежный ком И вообще Наверное Это опыт Каждого прораба И у меня тоже Так было когда-то Там Вот в самом начале У всех это было Вот И мы придумали Следующую систему Чтобы решить этот вопрос Мы пишем В договоре Что каждый день Когда баланс Отрицательный К сроку Плюс один день Получается Да окей Ты в минусе У тебя бесконечный срок Я могу не ходить К тебе на объект Вот у тебя минус рубль Ну и все Окей Не хожу И все Я не переживаю Что у тебя там На Новый год Ты планировал Заселиться Вот И ты не поспоришь С телефоном Вот с тобой ты поспоришь Ты скажешь Да я тебя закину Я сейчас уехал Там Ну да Я приеду Я хочу знаешь Я хочу на квартиру Зайти там Посмотреть Надо с тобой Там что-то обсудить Там надо Наличку там вывести Надо там Там еще много Всяких Дополнительных Вот этих слов Да Которые Вот будут Вот этот срок Постоянно Ну а плюс еще И в конце Ты никогда не докажешь В конце Ты будешь виноват На это еще Накладывается Дальше Дальнейшее распределение То есть Помимо того Что у тебя Непосредственно С клиентом Какие-то терки У тебя же еще Есть целая куча людей Конечно Ты не портишь отношения Не-не-не Это ладно Допустим Ты не портишь С ними отношения Но Деньги Которые ты даешь Людям Как правило Не соответствует Тому Что они выполняют Если ты не считаешь Естественно Да То есть Если ты не понимаешь Какое количество денег Ты отдал человеку Иногда Ты по запарке Очень сильно Передаешь Конечно По ощущениям Ну то есть Я недавно Пару дней назад Был у себя На объекте И я Два дня Провел с ребятами Полностью Прям поработал Прям был хорошим Подсобником И мы Получается вечер И мы такие Сидим Пьем чай И я в нашем Подсобнике Говорю Ну что серый Там это самое Как там Типа работа Нормально Иди посчитай Работа Сколько мы сделали Он возвращается И такой Говорит Восемь квадратов Ну а я понимаю Что там Одна стенка 12-20 А мы сделали Три таких стенки Вот Он такой Восемь квадратов Я говорю Я ну Понимаю Что он работает Подсобником То есть у нас Я на его Просто управляющего Смотрю И говорю Слушай Витек Говорит Ты Ну что Он такой Иди еще Считай Короче Он еще раз ушел Пыжился Пыжился То есть Возвращается Ну 8 и 7 Там что-то там Короче В конце концов Я осознаю Что чувак Не Отличают Погонные метры От квадратных Не понимает Абсолютно все Я говорю Ну а ты как устал Братан Он такой Да вообще Жесть Мы так же Сегодня работали И он по ощущениям Считает Что он заработал Он до хрена А по факту Он заработал Много меньше Чем он думал Понимаешь И когда я вечером Прям довел До самого конца До финала Говорит Вот смотри Если ты вот так Вот мы будем работать Вот так Ты вот такую-то сумму Будешь зарабатывать Понимаешь это Ну то есть Мы прям Тут Витя такой Ну вот Понимаешь почему Я говорю Завтра без блокнота Придешь Не будешь записывать Каждый день Сколько ты делаешь Ну тебе Потом Поможешь Что я тебе Из своих денег Еще доплачиваю Люди не осознают Потому что Идут по ощущениям Человек просто Я устал И мне кажется Что я должен заработать А при этом Еще у него Когда нет денег В кармане А он уставший Он у тебя Их берет Даже без зрения Совести Сам не считая И ты видишь Что человек Вроде бы Как бы устал Но ты его Никак Это я говорю Когда ты не осознаешь Какое количество А когда ты потом Начинаешь сводиться В блокноте Плюс 5 Плюс 50 17 25 На то И ты такой смотришь Что там сумма Уже больше Чем в принципе Ты берешь у заказчика И ты такой думаешь Так А ты уже обратно Не вернешь Да В лучшем случае Если все хорошо У тебя перейдет На следующий объект Где тоже он устанет Вот Поэтому да Считать нужно И должны быть точки Должны быть точки Рэперные О том что Мы не платим Больше чем 40% До того Как пока мы не сдаем Ну и так далее Вот эти все моменты Это тоже очень важно Очень важно Потому что Если как только ты Перешел за красную линию Все Дальше начинается Только с Ну нет Ну да Все Ну нет Все да Не выйдет Ну нет Да А ты и ты И ты заложник этого Ты же тоже заложник Ты как мы заложники Там грубо говоря Клиентов Как они наши Иногда бывает так Вот заложник Это самая моя Большая ошибка Считать себя Заложником клиента В стройке Это сам Вот Самая корневая Ошибка Строителя Да На самом деле Это здоровые отношения Между Двумя сторонами А это уже психология Это начало Это начало объекта Это первый день Это первая консультация Вот так закончится То есть На первой консультации Клиенту Нужно объяснить О том Что чувак Проблема у тебя И все это Я решаю эту проблему И чтобы решить эту проблему Мы играем В такую-то Такую-то игру Вот устанавливаешь Приложение Я всем говорю Будете видеть вот это Вот это Вот то То есть Я каждого клиента Делаю адептом Ну то есть Который понимает По какому правилам Мы играем И если этого не сделать Потом тебя прогнут Тысячу процентов То есть Люди не понимают Что Ну Если себя позиционировать Как человек Который решает Проблему человека У него есть всего лишь деньги А у меня есть Самый дорогой ресурс Время И решение его проблем Согласно этого времени То есть И вот именно таким образом Нужно вести Переговоры с клиентом Никак по-другому Все остальное Не работает Даже если Вы считаете Что вам платят Больше рынка Вы типа там назвали И так далее И вот здесь самое плохое Если вы действительно Так считаете То Сдать объект Вам будет крайне сложно Ну Как только ты взял Денег больше Чем Тебе даже самому кажется Что как бы Что-то я тут перегнул Как бы Сильно Сдать потом этот проект Крайне сложно И морально И физически Ты знаешь У нас в офисе Часто я говорю Ну и вообще Все говорят Когда кто-то Что-то говорит Там много Хорошо Плохо Или там Еще что-то Мы всегда говорим По ощущениям Не считается По ощущениям Не может считаться Ну то есть Нельзя говорить Плохо Мало Много Хорошо Лучше То есть Есть конкретные цифры Если у тебя Все это оцифровано Да То ты тогда Можешь говорить Цифрами На языке цифр Когда ты говоришь На языке цифр Это очень точно Да И если ты Не применяешь их То ничего и не получится Занести 50 килограмм На третий этаж Для меня Человека Который весит 60 килограмм Очень сложно И в моей картине Ценности Я устал Очень сильно Занеся Три мешка А по факту Рыночной цены Три длинных проноса И подъема Стоит 70 рублей Короче Этаж Ну грубо говоря Вот И то это Москва Цены И как бы Ну а если бы я их занес Вот эти 140 Или там 200 Там рублей Ну как бы Ну не могу менять на это Потому что для меня По ощущениям Это очень сложно И мне кажется По ощущениям Что это должно стоить Гораздо дороже Чем 200 рублей Ну тут видишь Еще Тяжело Не значит дорого Да Дорого Когда ты Продаешь Ответственность Да Вот Вот в этом Вся ценность Сейчас вот Мы каждый Каждый Наверное Три месяца Оборачиваясь И смотрим Там на себя Там я и Павел Мы говорим Блин Вот три месяца Мы вообще Другие были Не такие Как сейчас Сейчас намного Мы лучше понимаем И это очень хорошо Мы такие говорим Блин Что-то мы Вот как-то Что-то неправильно Делаем Нужно как-то Вот иначе Я говорю Блин Ну если мы Через три месяца Скажем Что у нас Раньше было Лучше Вот это будет Очень плохо Потому что Компетенции Повышаются Просто кратно Развитие Идет Ну по нашему мнению Очень большими шагами И я замечаю Вы шагаете Извините Что перебью Вы шагаете В финансовой Какой-то Аналитике Введения Проектов И так далее Правильно? Во всех Тезисах И в самом Продукте Тоже Да И самое Наверное Главное В осознании Того Там Как мы Это делаем Что мы Делаем Вообще Как должно быть Что-то Дал советы Людям Вот кто только Начинает Я решил Быть прорабом Все Я короче И мне надоело Быть мастером Хочу быть прорабом Что это за путь Думать Вот думать И знаешь Как Вот я проходил Этот путь Сейчас расскажу Где этот момент Возникает Павел Проходил этот путь Значит Много Ребят Просыпаюсь Утром Ну Все у них Разрывается С утра телефон Кто-то звонит Туда-сюда Он просто На автомате Выходит Садится в машину И едет На объект И на самом деле Он туда едет Ну Не обоснованно Он просто едет Мы разбирали Прям глубоко Почему он едет На самом деле Это Переживание Переживание Что там что-то не так Что там кто-то Что-то не то делает И он как правило Приходит на этот объект И там правда Что-то не так Нет Не факт Он просто Вот прошел Окинул взглядом Так Это на месте Это на месте Что-то делают Все нормально Ну вроде бы У них есть материал Там Все Болит за другой объект Поехал на другой объект И вот так вот Он проезжает По всем объектам Но по факту Он ничего Не сделал Бесполезный день Бесполезный день И так каждый день Он движется По всем объектам Поэтому у ребят На Тахометре Там Спидометре У них километраж Больше чем у таксистов Ну да Ну вот реально У меня на машине Было Я вот когда Занимался Этим Да Блин Я в год проезжал Там что-то Тысяч по сорок Наверное Ну вот примерно Около того И это вот все Бесполезная езда То есть Как нужно Нужно Хорошо подумать Чтобы вот тебе Ничего не мешало Организовать там Доставку этого материала Сразу Надолго И вот у нас ребята Здесь в Москве Вот Два человека Которые отвечают За проекты Вот прямо сейчас У них 30 проектов На двоих Да У них есть помощники Но ты представляешь 30 объектов Там Бизнес плюс Сложных На двух человеках Обычно там На шести уже все Хаос И они успевают И все у них нормально И вот там Наши ребята А модель какая? На каждом объекте Есть Жесткая планета Да Есть Ну не мастер А руководитель проекта Он там Не имеет каких-то там Там прав что-то решать Все Но Вот есть Руководитель строительства Так называемый Он четко планирует То есть 30 Смотри Окей 30 объектов Москва Есть Хочу прям понять Потому что для меня 30 объектов Это что-то невероятно Невозможное Не понимаю Как этим Как вообще Как построить систему Я тебе предлагаю Позвать их Я позову их обязательно Я позову Богдана Я позову Богдана и Вячеслава Вот их прям вдвоем И вот Они Вдвоем не по отдельности Ну посмотрим Может и вдвоем Хотя мне кажется Это связка Это связка Это будет интересно Это будет Намного профессиональней Все договорились Да То есть они расскажут Именно так Как это Поняли Все ладно Да Я их с удовольствием Позову А потом Еще надо позвать Кирилла То есть вот И сравнить Регион Москвы С регионом Сочи То есть вот Это региональный Управляющий Кирилл И Богдан Да И вот Подходы разные На самом деле То есть нету Прям там супер жесткой На самом деле Это вот эти вот шаги То есть мы смотрим Как Богдан шагнул Как Кирилл шагнул Потом собрались все вместе Вот смотрите У Богдана вот получилось А у Кирилла нет Или у Кирилла получилось У Богдана нет Давайте так Давай так Еще финалим Ответственность За проекты Несут управляющие Договора заключены На руководителя строительства Вот на Вячеслава И на Богдана Все понятно Вот два человека С договорами Супер Все я понял Основная деятельность Все равно Смотрим в сторону Айти приложения И оно будет еще круче Будет развиваться И так далее Про планы Не будем рассказывать Ты знаешь как Я замечаю Часто Все говорят У нас это будет У нас это будет А это у нас будет Но у нас ни хера нет Ну вот у нас Я вот уже Ну не все Знаешь вот Будет у нас И мы тогда И расскажем Вот у нас сейчас Что у нас сейчас Есть конкретно Вот приложение 101 групп Че я получаю Надо было с этого Начинать Но мы это вставим Может быть в начало Вот есть у меня Приложение 101 групп Я вот его скачал Заплатил вам Абонентскую плату Сколько часа Абонентская плата 1890 рублей были времена когда я купил у них за полтинник по моему за 36 36 900 я купил короче у них пожизненно у них был такой оффер пожизненно я не стал просить ничего я просто все понял хорошо куплю там посмотрим как они будут развиваться и все сейчас такой функции нет это осталось только у тех вот ребят которые успели тогда купить все теперь хотим обратно выкупить обратно выкупить это уже не будет сложно как мне мы конечно которыми людьми будет сложно вам договорить ну мы не планируем там со всеми договориться но там будет предложение и дороже да окей хорошо все я и установил сделал что получаю давай так сухо жесткого что я получаю распределенная финансовая ответственность но это что-то как это мыло что и что хорошо давай сформулируем постараемся я помогу окей ты можешь без давай начнем с того что мы не получаем чтобы не было как его эффекта неоправданных ожиданий мы не получали не управляешь деньгами настоящими давать деньги или чего я до ключевая что деньги не внутри приложения никак не являются коинами цифрами цифрами давай возьмем просто у тебя же в экселе деньги не движутся не движутся и в 1с деньги у тебя не движутся не вот вот то же самое в 1с уже движутся там серпи с этим самым уже движутся можно кейда да да поехали окей цифры которые там есть это всего лишь цифры которые помогают тебе и решили кто чё куда кому да все окей дальше мы не получаем там каких-то технических карт прайс-листов алгоритмов настроенной работы и так далее этого нет нет но система которая позволяет тебе загрузить туда любые технические карты работать с прайс-листом централизованно центр давай разберем вот работу с прайс-листом как обычно в жизни звонит заказчик говорит меня квартира давай делать да и скинь и там цены дали посчитай смету и вот прораб он же бегает ему там некогда всегда вот всегда занят и он там тянет 3-4 дня и понимать что сейчас потеряет клиента и он ему клиент опять звонит и говорит ну скинь там не что-то да этот быстро в попыхах где-то там на компьютере на рабочем столе где вот все завалено вот вот этими файлами до берет на о прайс и кидает ему да а потом оказывается что этот прайс когда уже заключил договор там годовалой давности и что уже заднюю не дашь а там все поменялось а теперь я не ну как-то разберусь вот а здесь такого не будет у тебя прайс ты что ты поменял поменялось у всей твоих интерактивный прайс да у тебя всегда возможности добавления технических карта то есть гиперссылку который ты можешь привязать куда угодно хочешь к своим pdf-кам хочешь своим каким-то файлам хочешь привяжи их к но уже хочешь ютубу хочешь привяжи к чему угодно иди так это очень крутая функция на самом деле которая позволяет вам вашему клиенту и вашему мастеру исполнителю да скажем так быть на одной волне один и знать одинаковую информацию по той или иной позиции из прайса это мега крутая функция это наверное то что меня купила в первую очередь я потом разобрался во всех остальных плюшках а вот это мне прям сразу зашло я приехал в офис и говорю пацаны ну какого все забыл кальяна приехал говорю пацаны короче делаем вот так вот потому что делаем вот так вот так знаешь как им было сложное внедрение можно я продал прямо четко закончил потом еще во жизни поговорим дальше мы получаем возможность завести проект ну то есть в этот проект мы опять же можем гиперссылками добавить информацию и можем просто заполнить где она что она и тогда map прочь также туда мы можем прикрутить гиперссылками фотопотоки который видит клиент манск всех 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 кому разрешены дальше мы можем в этот проект добавлять контрагентов те люди которые так или иначе каким-то образом взаимодействует с этим проектом неважно это груши который привез финансово взаимодействует либо это там ну грубо говоря там не знаю сделали гидроизоляцию в санузле к тому отчету которые сделали гидроизоляцию в санузле можно прицепить фотографии или видео и видеофотографию нет сейчас уже не да и не было и не было почему вы гиперссылками ставить pdf видео у тебя фотопоток а именно в самом событии потоков такой вот если можно один фото мы сделали не тоже почему нельзя прикрутить видос мы просто не реализовали проблем нет даже прикольно там ты типа раз сделать это столь жестко хотя бы гиперссылки ну гиперссылки нужно сделать да вот дальше ты четко понимаешь ты можешь сделать в любой момент с помощью приложения отправить свой прайс или отправить актуально выполненные работы по проекту если они правильно занесены то есть отчет клиенту вас за одну секунду это самое главное ведь смотри как настройки происходит например у тебя вот есть какая-то структура есть мастер там бригадир там и вот ты да например бригадир начнем с мастера мастер вот он там занят и может подать тебе отчет допустим в пятницу да да а бригадир например может обработать все там эти заявки от мастеров только в четверг да то есть смотри мастер в пятницу подает бригадир в четверг только может обработать неделю потеряли да а подрядчик то есть ну то есть ты да может это обработать только там в понедельник ты теряешь 12 дней до на вот это все и вообще в принципе без приложения у тебя никогда нету актуальной ситуации здесь и сейчас никогда это самое опасное ты никогда не понимаешь сколько денег у тебя в компании потому что смотри ты взял деньги от заказчика передал прорабу прораб дал бригадир следующая функция мы идем по порядку чтобы люди понимали до конца вот я буду это видео скидывать эту часть прям людям чтобы они до конца осознавали что происходит все помимо того что мы можем сделать в любой момент отчет то есть сам заказ того что вы сделала может даже сам заказчик его сделать вот таким таким же образом мы можем точно также сделать некоторые исполнительные документы ну то есть мы можем сделать акты выполненных работ работ к с 2 по форме и что еще там есть там есть такой сводный отчет где есть все поступления по каждой статье разводы для того чтобы этим пользоваться нужно пройти какое-то обучение либо быть посвящен либо быть хорошо понимать в таких программах как типа там excel и прочее то есть разбираться в глубине построения отчетов то есть я это я это то есть мы не изобретали никакого велосипеда но для меня мы изобрели велосипед потому что я не понимал как это работает нормально и когда ну когда мы стали пользоваться когда я решил точно как ты решил что я не сдаюсь я решу что я точно внедряю мы потратили большое количество времени на внедрение и опять же для наших зрителей у компании 101 есть обучение в котором грамотно и четко описано первые шаги базовые по внедрению базовый там первое обучение идет семь часов подряд да и потом еще вторая часть обучения еще часа четыре то есть там прям да то есть абсолютно все практически короче вовсе приложение 101 сейчас будем финале не является волшебной таблеткой приложение 101 является инструментом для решения вот этих проблем про которые мы говорили и решает их на высоком уровне скажем так ну это это моя моя личная ожидать что ты скачал приложение также много людей так и думать и еще 100 приложение 101 никаким образом не обязывает вас писать у себя на странице 101 и стать короче там не то что не обязывает это запрещает вообще 101 групп нельзя использовать где попало потому что а почему вообще пришлось вот разделить 101 групп раньше приложение называлась 101 групп да и до сих пор многие называют но приложение называется 101 и никакого групп там нету 101 групп это почему разделили значит достаточно часто очень часто даже звонят там нам в техподдержку алло здравствуйте а кто у вас отвечает за качество ну там не занят типа кто-то звонит там что-то он дай мне номер это наверно чей-то заказчиком здравствуйте мне вот тут где-то там в урюпинске ваши ребята ремонт делали вот и вот тут санузел мне три плитки ложили вот они накосячили там типа надо их там наказать давайте разрулим ситуации я говорю блин это приложение чтобы вам было удобно там и так далее вот у вот таких таких вот моментов очень много и действительно люди стали прикрываться я тебе про это и говорю ну прикрываться не получится потому что ты все равно заключаешь договор у тебя там написано и по этом и так далее и какое количество ты подожди я пришел ко мне человек я говорю я 101 самара и там типа вот договор то все и я тебе как клиентами слышно нахер нам этот договор нужно давай так бахнет ну блин я не знаю это же не бизнес но и что я тебя просто оформляю даже в то же самое приложение завожу там чего-нибудь там чё-то понимаешь и все ну как бы какой-то никак не контролируете мы не контроле и не должны контролировать мы не должны контролировать его и все и получается что вы не контроль представь 1с контролируют как там вот именно не как вас там то все вот я пытаюсь донести что это никаким образом это абсолютно разные две сущности живу в одной и к экосистеме какой-то да грубо говоря но здесь мы говорим что мы занимаемся улучшением как будто сказать улучшением эффективности работы компании да потому что это все таки инструмент улучшения эффективности как некую очень-очень серьезно здесь мы занимаемся разработкой стройка и вот нашими регламентами и так далее и у нас доля грубо говоря и здесь и здесь есть но у тебя во всяком случае вот но твой упор конкретно делается на приложение сто процентов вот а паша тоже тоже здесь да а вот здесь тогда кто он вот это держит контролирует с помощью вот этого то есть он делает вот здесь да вот вот это это только единственный правильный путь по-другому никак по-другому просто мы уже пробовали то есть ты два года 24 на 7 делаешь одно и то же ну ты не то чтобы там по объектам ты с людьми общаешься и причем ты просто по кругу идешь и у тебя уже просто в этих часах не остается места еще для одного человека и все это не масштабируемая вещь да сейчас на текущий момент вот кстати эта проблема 101 группы 101 она вот постепенно сходит на нет уже многие заказчики звонят там здравствуйте мы используем ваше приложение там наш подрядчик накосячил мы хотим запросить верификацию данных там и у нас есть регламенты то есть для подрядчиков для заказчиков то есть любой пользователь уж очень много не знаю штук 100 штук 100 вот за этот год мы сгенерировали для судов вот этих данных то есть мы выгружаем на ту дату которую запросил вот это юридическое лицо там от закачками подрядчика данные мы их выгружаем и в судах это уже прям уже в практику то есть в судах уже ты в практике найдешь это огромный плюс сегодня с утра мне написал парень я тебе сейчас покажу и вот я спокоен за него да то есть я не знаю какая проблема у него там он виноват или заказчик мы никогда не стоим на какой-то стороне конкретной да то есть то есть как бы кого-то защищаем мы наша задача чтобы стороны договорились они чтобы да конечно кого-то тушили для любого суда это значит на второй скорость еще раз сейчас кратко скажу в общем заказчик работали все четко все супер великолепно все принимает какой-либо передает сумму тут же там свои вправо подтверждает работы скрываем какие-то свои вправо подтверждает вот и тут внезапно появляется какой-то там технодор который приходит объект спрашивает ребят соответственно я у него спрашиваю документы и доверенности что за четко левый мужик объект сейчас задать вопрос на заказчику вот он начинает себя странно вести и говорит там все вопросы сегодня к нему вот тут он не пишет сейчас на объекте вот и на объекте встречаемся он говорит что заказчик не привлёк потому что он не доверяет все платежи смотреть все чеки и так далее все будем стены разбирать что-то убивать смотреть как это все выполнено вот то есть как бы там все окей вот я передал ключи и все сейчас идем в экспертизу то есть у меня поэтому сейчас вопрос подтверждение является основанием то есть как бы объект уже идет больше года и он все платежи с самого начала ну вот за этого парня я спокоен потому что его заказчик подписывал все в приложении у него договор как который он у нас приобрел то есть там все 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 учтено и если будет какое-то судебное разбирательство либо его заказчик запросит у нас данные либо он запросит суд может запросить у нас есть специальные формы все разработано очень много слое количество судов уже было мы отправляли примерно сто раз по запросам вот пользователей то есть судебный отдел было примерно 100 100 компаний которые пользуются приложения до прикольно но и и их их просто немереное количество даже которые там позвонили а можно ли что-то то есть их их очень много есть где прям ну у нас нейтральная позиция но я вижу что есть подрядчик ну который вот-вот мошенник вот прям мошенник вот прям заметно вот но мы по регламенту просто если он запрашивает документ то есть он присылает нам официальную бумагу мы ему просто по этой официальной бумаги вот отвечаем что он просит это же самое за репутация среди очень сильно надо ну репутация чего но их еще раз говорю заказчик приходит приходит каши должен понимать что он приобретает приложение а что он никому то есть ну это да 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 а знаешь как мы решаем эту проблему как мы сейчас сделали так что в приложении может попасть человек только по доверительному коду вот доверительный код кстати доверительный код есть только у тех пользователей у которых есть подписка то есть это люди которые разобрались которые понимают как это работает продает какую-то рекомендацию людям которые наша задача у нас несколько задач первое не пустить туда людей которые ожидают скачать скачать и скачать денег до которые вообще не готовы в принципе еще пока что к финансовому какому-то учету и порядку нам такие не нужны по что заказчик должен понимать ну да чё не отчал и даже один месяц будет все бесполезно времени выживут столько у нас отдел продаж потратит на него время там что-то объясняет ну да со я согласен это хороший фильтр то есть а прям крутой да то есть во-первых код есть у одного человека только один то есть люди думают что типа как же так вы же типа там продавать меньше будете да ну понятно что мы меньше но наша задача сделать так чтобы конечный потребитель заказчик знал сейчас я скачаю 101 и там не кто будет делать ремонт это прям максимальная гарантия того что там будет адекватная компания вот к этому стремимся то есть нужно пиар немножко поддерживать скажем так некий вот именно такой да то есть вам ну вы же делаете сейчас какой-то там маркетинг smm да там делаете видосы вот и в youtube тоже к высокая понимаю да да вот и там эти темы поднимаете я просто у нас много статей вот в статьях у нас много чего полезно сейчас забью 101 в где-нибудь в поиске напиши в яндексе мы гуглом не занимаемся потому что мы не идем в глобал мы на российском рынке кстати не собираетесь в глобал мы пойдем когда мы разберемся с вот с нашим рынка то есть сейчас пока не на пока мы не распыляемся у нас есть украина казахстан вот но там мало пользователей относительно россии если просто биваешь 101 во всяком случае в в гугле в яндексе да это не найдешь на гугле да сразу у нас там всякие радио 101 если получается мы не идем в заграницу окей смотри а еще структура самого приложения позволяет работать в других сферах ну то есть я пытался айкон ну то есть кальянную даже короче прикрутить к этому потому что ну какая бабки бабками там то есть много таких случаев ну это не имеет какой-то характер такой массовый но я знаю несколько автосалонов и именно ребята которые гоняют машины они там ведут я знаю ребят с автомастерской и даже не сразу себестоимость маржа потратили столько только бензин столько то бак занесли статья расходов идеально да ну да можно сделать крутой отчет да то есть это же ведь и вы планируете развивать это направление мы не мы не 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 хотим расфокусировать почему взяли такую нишу только стройкой ну действительно если уж мы переходим войти нужно делать то в чем разбираешься вот смотри ты вот приставить как же думаешь какой сфере бы еще офигенно это пригодил много очень много вообще нельзя вот мы поняли что нельзя просто сделать и ксд в массовую сферу самую погнали в космос ну тогда нужно миллиарды вот так конечно ты смотри чем наша ниша интересно и почему мы там это можем ну вот допустим крупные эти игроки да то есть компании они чем занимаются они занимаются тем чтобы завоевать рынке где высокая емкость клиента там доставка маркет и им это интересно да то есть естественно у нас нет таких бюджетов и мы строители ну понятно строители вообще не нужны я понял да есть это наш шанс какое количество пользователей кто разобрался остаются есть статистика еще раз ну вот есть ребята которые скачали мы уже провели обучение и так далее и вот вы же видите статистику компания пользоваться пользоваться бах их нет скорее всего не стала компании скорее всего и вот не стала компании мы значит три месяца мы изучали вот прям спар с павлом изучали наших пользователей то есть мы как продажники вот им звонили общались разные методы рассылки там кто-то не верил что это я типа нахрена ты мне звонишь ты чё делать нечего я там прораба ты там вот но мы звонили сами и общались с ними многие там типа чем занимаешь я консервами занимаюсь типа ну и в баню эту стройку хаос никогда в жизни не думал что это полная ерундистика кто-то реально занялся овощами ну да я понимаю люди люди вокруг него кто-то там торгует автомобилями просто уходят с рынка сейчас я попробую вспомнить кто-то уехал за границу я консультации сейчас тортами занимается вот кто-то уехал за границу и там там в америку не так там применимо да там в германии применимо ну мы эти рынки не изучали ну вот есть много ребят которые уехали за границу вот с украины кто уехал они активно в европе это применяют а вот ребят которые из россии в америку уехали у них это есть но там это не используется и даже я не знаю там специфику рынка они там для себя ведут или заказчиков хотя допустим на ios приложение переведено на польский украинский немецкий на андроиде только российский язык и все русский мы никогда сейчас не теряем фокус самого главного академия это большая нагрузка это расфокусировка да а мы занимаемся вот конкретно бьем в одну точку ну я же говорю академия был офигенный инструмент для того 1 там нас очень крутой баф это было очень крутое времяпрепровождение в целях просто посмотреть на других окей будешь заняться академии нет я не хочу заниматься академии а что спрашиваешь не 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 но она для отменивать для компании я считаю что вы выросли через это да но у нас нет потребность большое количество ну грубо говоря там умных людей да но у нас сейчас нет такой потребность да поэтому есть продукты вот допустим есть отдельное направление отдельно вообще и по это даже не не 101 групп занимается а это обучение да то есть не но это понятно это уже инструмент развития компании научите пользователей чтобы они умели ну как бы работать приложение и даете какие-то основы там бизнеса в нашей сфере потому что это ну как бы важно или нет чисто приложение приложение с бизнесом управление чуть-чуть что-то какие-то основы до менеджмента и чем занимается отдельная команда всей этой команды занимается моя супруга она очень вообще сильно повлияло на сам продукт она и меня направила то есть если бы не она то продукт может быть был бы не на том уровне на котором он есть потому что ну она там может быть как-то отрезвляла в какой-то момент то есть я когда-то сидел там в чате и пытался пообщаться там с тысячей пользователей лично и как-то помочь она просто в один прекрасный момент взяла и удалила это тоже дало свои какие-то ну какие-то дало но на самом деле это не системно это не системно общаться с тысячей пользователей просто ты пока ты общаешься с тысячей пользователей ты можешь закрыть системно программно какую-то боль и у тебя из тысячи пользователей которые задают вопрос останется 500 еще чуть-чуть поделал остался там 100 вообще наша задача сделать так чтобы пользователь сам мог получить весь профит от приложения и вообще не звонил и и не думал что существует техническая поддержка и что вообще нужно что-то изучать на самом деле я лично считаю что если ты финансово там грамотный да то ты там разберешься легко то есть тебе нет такого что вот тебе обязательно блин на бюджетирование статьи расходов и прочее это не так это просто если честно для человек для многих людей которые работают на стройке с порогом входа дошел хотел чтобы бизнес был простым ну я нет и позже что это не про они в бизнес пошли но они пытаются это шпион либо так либо скачать положение 101 групп да они пошли и либо в наем идешь и не паришься не часто ты выиграешь да ты не часто выиграть то есть человек который не способен нас любой программист нашей компании заработал намного намного больше чем мы там с павлом на этом продукте нам их догонять я не знаю сколько ну вот тебе пример им не надо знать там финансовую какую-то грамотность и что-то считать им надо вот писать код разбираться в логике франшиза никогда не будет и никогда не было я вообще не верю в принципе в то что что-то можно развивать по вот методу франшиза потому что там есть конфликт интересов я не знаю мне интересно интересно вообще узнать вот как михаил сейчас думает типа правильный шаг неправильный шаг но если вот так построить вот есть там битрикс 24 и есть ама серым это такие два продукта которые вот рынок делят пополам у 1с есть огромные бюджеты да и насколько я могу есть смотри то есть с точки зрения 1с ну как бы правильное решение что надо сделать надо дать ребятам хорош денег да и сказать хотите развивайтесь хотите умирайте нас устроит любой вообще вариант почему айти они стройка все-таки я разочарован вот стройки потому что для того чтобы сделать успешной стройки нужно всего лишь одно и для меня это не интересно всего лишь одно у меня есть несколько примеров супер успешных супер успешных бизнесов строительстве в частном домостроительстве и в отделке значит знаю этих предпринимателей они намного 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 больше зарабатывать нас-то прям реально крупные компании вот и частные дома строят значит что нужно не обязательно вообще разбираться в каких-то процессах в дизайне в маркетинге то но не бывает такого раз я расскажу нужно только одно просто ты включаешь удава и просто всех жестко жестко строишь важно при этом отвечаешь за слова и вот ребята вот строители да вот я не знаю можешь по характеру так они просто начинают вот как они и не уходят от тебя но начинают вот под эффектом что ли страха или чего-то делать все хорошо обрати внимание у любого строителя где ремонт лучше где заказчик жесткий да вот который душу из тебя вынимает или где он тебе платит что скажешь и там такой лояльный заметь разницу между объектами там где уничтожает этот заказчик получает почему-то ремонт лучше уважение или страх сложный вопрос если вот в этом контексте смотреть мы же смотрим на предпринимателя то есть для него как для личности да и вообще ничего не важно то есть там нужно быть по характеру таким да вот мы общаемся с этим предпринимать очень богатый человек да и он говорит просто вот жесткая жесткая дисциплина ты вот вообще вот для тебя нету там каких-то личных она для тебя есть бизнес ты отвечаешь за слова то если он сказал там я плачу он оплачивает если даже это очень дорого но он сказал он оплачивает если он сказал что мне это там не устраивает потому что ты обещал сделать так значит он тебя в суде там и на 10 и на 20 миллионов раскрутит и он на тебя смотрит как удав все для него есть бизнес другой пример тоже в сочи есть компания которая никто не знает даже я не помню и название парень занимается вообще там эконом реально ты на него посмотришь это удав это удав который тебя просто те страшно просто не выполнить там не положить как-то плит и просто все по факту и все вот вот это у меня чувак пришел к консультации в чем бизнес такой грубо говоря стяжка пола я сюда ну и покупаю машинки вот и пополам 50 на 50 мы работаем эти кредит дают имеющий кредит платишь то все но ты не имеешь права больше не заниматься но один от меня ушел приехала я знаю просто я не помню рс что-то там я в ауди не разбираюсь такая низкопрофильная все дела такой тип из 90-х он не так наш бабки такой на стол и грида ты типа нет ну мы-то мы договорились типа вначале но я ему ноги сломал короче все никто там кому-то еще я слышал машину сжигали никто значит не заниматься игре ну да такой бизнес вот это и и расстраивает что есть ребята которые действительно снащая устроя изменился систем устроят там все там умирают там все-таки лояльные команда там всех учат там помогают и это не так эффективно как просто один человек ходит и просто всех уничтожает жестко и все и у него полу эффективность и личный доход выше поэтому окей хорошо войти так не работает там хоть бей хоть там привязывай хоть паспорта забираю программистов ты ничего не получишь там высокоинтеллектуальная работа вот это интересно там интересно продумывать это все то есть вот эта внутрянка она это прям вообще прям я кайфую от этого ну просто невероятно то есть у меня каждое утро здесь нужно жить жестким то есть тебе не подходит по характеру мне по характеру не подходит и мне не нравится это то есть это неинтересно а все ты должен знать всего одно нужно быть просто бей и все не надо разбираться принес ну вот сам бизнес не разбирается строится ну вот это же неинтересно а самое интересное что войти так не работает такой бирюзовую компанию все сидят в офисе у меня латте флойт вайт на кокосовом там мельдаль на блин там этим сам вот это да но интересно знаешь как ты сидишь как-то очень глубоко правда прорабатываешь какую-то сводишь и все равно есть нифига себе то есть ты видишь то человек не ранее отрабатывает и честным делаешь просто увольняешь ты знаешь сейчас у нас если вот у нас отбор не прошел да то ты как бы не попадаешь в эту зону ну в общем понятно вот как-то из-за них они заводил гирюзовую историю короче никаких красных командиров ты знаешь ролики стройка работает с красными командиром стройки неплохо работает меритокрафик кратия вот как то так я бы вообще выделил и назвал бы это система продам мократия какая-то то есть когда у тебя во главе стоит алгоритм с которым не договоришься и все и там хоть бирюзовая хоть какая вот есть алгоритмы вся то есть не договоришься но при этом свободы и вот вот это самое классно как вот в яндекс такси у него есть свобода хочет еди хочешь не видя но он не договорится с ним и все эти вот там знаешь как обхода они постоянно прикрываться 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 раньше было типа отмени там заплатить так сейчас же этого нету вот вот это вот назовем ее система кратий вот 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 к такой системе мы идем ну но в любом случае опираясь на именно эту сферу то есть ты уверена досья могу сказать что приложение 101 групп подняло много строительных компаний на абсолютно другой уровень в россии подписываясь под этим под каждым словом и просто вот да я убежден что если вы будете развиваться это поможет всей индустрии это гораздо круче чем строить строительную компанию конечно конечно это всю экономику скажем так как бы это не звучало но реально поднимая поднимая потому что в личке вот почему то знаешь как вот люди больше в личку вот рассказывают свои истории мы даже создали чат я не знаю у нас там не знаю нас вот сколько там наверно 500 уже там отзывов прям долгих голосовых как жизнь поменялась как люди стали там семье больше уделять времени как стало понятно вообще они постоянно удивляются что заказчики теперь сами стали деньги давать хотя я всегда это говорю они как-то это не воспринимают себя не полу не пока а потом им люди звонят типа там у меня баланс закончится куда тебя скинуть да и они таким не сразу пишет представляешь они мне со сами стали кидать эшгор ну и все говорил опять же это все должно произойти в тот день когда вы договорились вы в тот день должны донести вы в тот день должны донести клиенту что вы работаете по таким-то таким-то правилам и с вами вот так вот так нужно делать в идеале задокументировано это должно быть у вас какая-то pdf к что-нибудь еще отправили условия работы с нами вот таки и объяснили и тогда вот это все будет действительно работать сто процентов заказчик смотрит это приложение он сам пополняет он скидывает деньги и так далее работает сто процентов пройденный этап да просто не нужно опять же как я говорил в начале но это не таблетка волшебна не нужно ну нужны правильные отношения то есть две взрослые личности работы потому что я замечаю есть проблема они как-то стесняются не могут объяснить заказчику и вообще в принципе объяснить зачем это заказчику нужно некоторые вот новички особенно из там сегмента такого какого-то там не прям компания вот там я прораб сам да то есть они такие эй мужик скачай приложение он у него смотрит зачем не что-то качать да это большая проблема а ты ему скажешь если должны помогать людям вы должны каким-то образом придумать алгоритм хотите контролировать свои финансы свои ваши деньги вы хотите да и ну кто откажется контролировать свои деньги никто абсолютно согласен я наоборот говорю что это у т.п. в этом у т.п. моей компании что мы работаем с приложением то есть я объясняю все вот эти вот и пашки на моменте консультации ну то есть первичная же встреча на в любом случае это консультация это платная бесплатно там может кто как вот и то есть ты на моменте должен уметь объяснить почему ты круче чем вот тот чувак который возможно дешевле клиенту сделает ну как бы вот так это сильно повышает лояльности полужина прям они такие раз них ли нас это чего вы за строители такие бах ну потому что мы часто удивляли то есть очень особенно ну особенно в регионах это вообще просто ну в москве уже как бы все такие жирные тюлени но опять же мы были с марком про сегменты да ведь какую долю рынка и заделки и заделочных работ или строительства или ремонта вы же в ежес вообще не представлены никак то есть вас почему-то ребята из ежес не знают я не понимаю почему это глупость большая для не для них я был на встрече там федерации ежес я им рассказывал показывал прям даже вот и не такие что-то там да да но они не осознали до конца и не было мне времени раскрыть как бы но кто-то там 12 подошли а чё там рубин ты рассказывал как бы я говорю ну вот это вот это как бы здесь тоже ваше упущение потому что это ваша сфера смотри ты знаешь почему ежесников нет ну вот во первых первое у нас не было стройки и компетенции да там одни то же самое понятно мы сдам смысле процессы те же вообще надо овер четко понимать что делать вот прям овер глубоко вот мы прям разбирали во сколько времени кто куда почему почему такая то есть вот это все разбираем и потом делаем какие-то функции в приложении то есть как обычно вот обычный айтишник делал бы такое приложение вот именно айтишник сделал бы газдев он бы обратился бы к прорабам спросил нам надо они ничего не понимая да ну помним и до генри форда чего вам надо лошадей нам надо да вот наделали лошадей и вот они там на лошадях ну поэтому если честно у вас нет конкурентов когда мне говорят там есть там такое-то приложение такое это лошадь что у вас там есть и не таки да у нас мне тут все есть он показывает верю я такой смотри как надо ночи и показали в этом есть сложность то есть есть человек понимает что это должно быть так да или он может говорить то у нас там другая схема другая схема вот есть всего две схемы да вот схема и вот другая что такой схем это когда ты делаешь и тебе платят другая схема это когда ты делаешь и ты платишь еще когда люди говорят что у нас другая схема в любом случае процесс один ты делаешь какую то услугу и тебе платят и любые программа гибкое ты можешь видать под любые процессы подстроить там по-разному мира не всем подход не всем она нужна эта и далее понятно что в некоторых там сегментах это в принципе нереально использовать вот но все что касается даже самых простых отделочных работ даже в самом-самом нижнем сегменте это жизнеспособная история просто уровень осознанности очень маленький у людей кто работает в этих ну ты знаешь еще я заметил проблему что пользователь он когда качает приложение почему ему вот на первом этапе сложно разобраться он от него что-то системе не 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 нет он изначально немножечко ожидания у него завышены занижены объясняю почему он ожидает что это приложение которое какие-то отчеты для заказчика делает и в этот же момент он не понимает что эта система сразу и внутреннего учета и внешне и больше внутреннего даже если честно да то есть и заказчиком и сразу с мастерами вот эти переводы которые он не понимает где он фиксирует оплату или аванс мастерам он ее не понимает а для него это как-то вот он либо думает так если мне что-то там скинули то типа я перевел мастеру да но при этом он не понимает что к вот этому переводу должен быть документ который фиксирует ну за что ты перевел нас объем работ или наоборот он делает изначально отчет заказчику до указал кто там выполняет либо самая большая ошибка он в качестве вот руководитель кто делал эту работу ну как то ну я но не ты делал а вот твоя бригада делал поэтому укажи получателям бригаду кому ты платишь деньги вот на самом деле там самообман на самом деле это приложение очень хорошо отрезвляет тебя кто ты вообще такой есть да это очень но но и многие люди не хотят этого признавать не начинают тыкать и все и как бы на горитах тяжело знаешь вот у меня сейчас пользователь один попался я ему вот когда мы с пашей проводили эксперимент и вот исследование по пользователям то есть вот прям очень много и пользователи взяли в воронку прям лично со всеми пообщаться не знаю там тысячи две человек и мы прям взяли платное обучение индивидуально одно за которое ребята заплатили 52 тысячи и вот этим ребятам с которыми мы общались мы им прям скидывали этот это видео гримот тип она вникнет вот как ты думаешь что произошло прошло три месяца естественно мы это видео удалили и они начали писать а там видео было типа я не вот не посмотрел то есть люди вот если ты им что-то даешь вот им это и не надо то есть потребность должна быть изнутри это раз а второе говоря что ты ждешь вот что ты три месяца ждал на самом деле ну вот не знаю ты меня там а он еще меня зацепил как-то немножечко так и сказал вадим я понимаю что обучение это там ваш бизнес и поэтому типа вот приложение без обучения ну вот невозможно понять а вот вы удалили я говорю те кто вообще сказал что это вообще обучение там обязательно если бы у нас была возможность да вот чтоб не было этого обучения да мы бы у нас бы его не было с удовольствием вообще этот этот отдел был ну с удовольствием бы отказались бы от него я говорю в общем так раз вот так ты сказал засекает 20 минут я те сейчас за 20 минут обучу я уложился в 15 минут он все понял причем перед разговором он говорил а у вас есть там тот такая то функция гринут и зайди узнаешь ты ты вот себе ограничивающие какие-то вот рамки создаешь сам а у вас там чего-то нет а ты узнавал нет на сайт и захотят проблему они скачали такие раз там там сколько там тысяча рублей подписка или сколько там они такие раз ну типа ешь заплатил уже все я нашт решим все 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 короче так тип а что нужно потратить еще 30 часов на то что мы уникнуть и еще ребят есть ребята за два часа полностью разбираются но таких мы это бэграунт у людей такое естественно это нормально то есть это не но я бы сказал что среднее внедрение это все равно несколько недель ну как бы это ну мое мнение моим может с моей колокольной возможно и ну естественно должен быть уровень то есть понятно делать то слишком финансового директора там любого там просто посмотрит так так понятно что здесь а вот это нормально все это вот так вот так работа все ему ему нужно 10 минут чтобы разобраться он потому что он как бы занимается финансами если человек вообще финансы если не ноль финансовой грамотности ему очень нужно будет постараться чтобы понять да но ты знаешь как его будет следующий этап следующие озарение да тут видишь на самом деле проблема с двух сторон и со стороны пользователя что он хочет ничего не сделать и все получить и вторая проблема с нашей стороны заключается ну так сказать юзер experience то есть насколько приложение понятно да изначально мы делали приложение для себя и поэтому нам важно было не проработка понятного там супер интерфейса а нам нужно было срочная функциональность для себя чтобы в стройке там зарабатывать естественно хоть мы уже там и улучшаем постоянно есть такие моменты с разделом компания которая но ты если ты не будешь ее трогать ты сразу там разберешься вот а если ты залезешь в компанию ты запутаешься во всем и поэтому мы вот выпустили новую версию где вот эти вопросы все с компании закрываются полностью и теперь вот наверное тем пользователям которые не разобрались надо вот пойти туда поудалять там все события и заново пройти этот путь там есть двести сорок две подсказки на каждое событие вот пристав всего четыре события до а вариантов а выдачи подсказки двести сорок два охренеть и обычному пользователю это нечто даже не вникал не понять вот двести сорок два алгоритма который выводит тебе вот вот эту подсказку просто и вариантов много счет с переводом счет без перевода счет у него галочка подсказки задачи или что нет у тебя подсказки после каждого создания события прям для тебя показ вот смотри и вот у тебя на объекте уменьшились деньги а вот у ты передал там петель вот у печи было вот столько осталось столько если читать подсказки то вот он у тебя обучение обучайтесь читаете подсказки спасибо за подкаст рассказываю что здесь будет это первая маленькая локация там фотостудии там будут много разных секретных локаций про которые мы сейчас не расскажем о тебе идем дальше да конечно вот весь двор представь он короче застроен будет короче строительными закрытая территория слушай дальше да вся наша дальше вот сюда все полностью мы только начинать кальяны будут да тут будет вообще и краны будет не надо будет и погоду смотрел с погоду все нормально я застрою так в этом году чтоб у меня на дождь короче то есть будет застройка здесь будет прям застройка строительная застройка будет всякие разные конструкции и так далее а теперь внимание дальше все вот это вся вот эта часть и это еще не все это вот эти ворота будут открыты и здесь будет первый зал 10 локаций вообще сложности это будет первый зал потом короче сколько народу ты думаешь ориентировочно будет но будет лимит я думаю будет две с половиной тысячи до скольки будет пусть до утра до 11 до утра брата или хотел до утра только так должно быть потом вот здесь будет networking полный c вот здесь большое помещение которое будет полностью и выше сделано монтирую до наши братишки делают ремонте вот и короче здесь будет потом вот это вся локация и вон там барбекюшница и вот от барбекюшницы все начинается вот там еще четвертый этаж большого часа человек сабота будет мясо да много будет где мясо здесь будет короче открытая веранда все это вот прикинь все будет кишить застроена жестко лесами джет панелями короче всякой всякой ерундой музыка и самое прикольное что здесь будет еще одна закрытая локация на четвертом этаже там большой зал я сейчас вам ставлю то на меня будет в этом году два зала зал технологий и зал короче знаний и помимо этого еще 10 локаций ты все не сможешь посмотреть то есть прикол этого года в том чтобы у всех было разное впечатление да будут толпы были у нас будет digital расписание будет будет конечно будет дискотека будет качаться у нас будет рейф вечеринка я думаю что мы еще вернемся пишите вопросы сделаем вопрос-ответ наверное не обещаю всем спасибо слева